всем здравствуйте сегодня у нас доклад дима пензера он расскажет про предсказания с помощью машинного обучения эффекта подмоклеотидных мутаций вот большое спасибо что ты согласился позвали окей да сегодня расскажу про то как какие бывают методы предсказания влияние от мутации в геноме человека на собственно на развитие патогенов заброне и так далее собственно с первой слайды каста про то вообще зачем нам изучается эффект изучать все эффекты адмоклеотидных вариантов генов стыдка каста в том что многие из них как оказывается ассоциированы с причиной то есть они являются сами по себе причиной либо увеличивают риск возникновения разных заболеваний ну понятно что первую очередь мы сразу вспоминаем этом случае рак что рак у нас часто связан с и другие опухоли связан с какой-то мисс регуляции кроме этого есть декоративные заболевания нервной системы кроме этого некоторые мутации ассоциированы с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний ну просто увеличивается риск инфаркта ну и так далее в принципе можно найти под многие болезни информацию о том что то та или иная мутация не в кодирующем регионе ассоциирована с этой болезнью соответственно в принципе как могут не кодирующие мутации принципе влиять на организм их на самом деле большое количество то есть у нас есть мутации которые появляются как раз в регуляторных районах генов о чем я буду рассказывать генома чем я буду рассказывать и они обычно нарушают именно регуляцию транскрипции кроме этого некоторые из них могут возникать например в интонах и влиять на процесс сплайсинга некоторые могут возникать в нетранслируемых частях влияя на стабильность и экспрессивность самой рнк а кроме того есть опять же мы не всегда включаем на не кодирующих почему не включаем это участки которые кодируют регуляторные рынка в кодирующую часть генома вот такие участки тоже могут затрагиваться подобными мутациями и тоже приводить к развитию различного рода заболеваний значит в чем состоит проблема вот просто взять и берем все возможные мутации которые мы знаем в природе там засовываем их в один датасет и на этом учим машинку какую-то нейронную сеть бустинга еще что-нибудь ну во первых у не кодирующие мутации как уже было видно с прошлого слайда имеют очень разный характер у них есть они возникают на самом деле в разных участках генома они различны по воздействию по механизму они различные и потому на самом деле какие они бывают есть может быть однонуклеотидная замена может быть что у вас выпал большой участок генома даже если мы акцентируем внимание только на однонуклеотидных мутациях то окажется внезапно что у данных на самом деле это не очень много то есть даже сейчас данных по тому как конкретная нуклеотидная мутация будет влиять на экспрессию хотя бы того или иного гена не говорим там о развитии того или иного заболевания таких данных достаточно мало эти данные при этом еще шумные а потому что они либо получены какими-то косвенными методами либо над прямые экспериментальные данные тогда их тоже как правило достаточно мало и опять же они как-то специфически предобработаны все равно кроме этого эффект той или иной мутации очень часто зависит от типа клеток у вас в одном типе клеток может вообще мутации никак себя не проявить время как другом она собственно является драйверной кроме этого даже вот если мы делаем какие-то экспериментальные эксперименты по определению влияния тех или иных мутаций очень сложно воспроизвести вот все факторы которые действуют клетки человека и из-за этого у нас получается еще больше шума и нераспроизводимости один эксперимент вам показал что данная мутация как-то влияет другой эксперимент показал что не влияет эти показал что влияет слабо и чему из этого верить ну тоже не очень понятно вот соответственно если все это если начать все это делить если пытаться как-то данные чистить если пытаться делить их там учитывать вообще все возможные факторы то есть клеточные линии и так далее то у вас этих данных станет еще меньше они будут дисбалансные из каких-то клеточных линий прям сделан эксперимент что для всей клеточной линии померены там самые известные эффекты самых известных замен каких-то клеточных линий вообще ничего не померено и так далее так далее то есть у вас скорее всего это приведет вот просто к переобучению поэтому обычно концентрируется на какой-то части этих мутаций в уникодирующей части генома ну например можем ограничиться издаться мы ограничимся предсказанием эффектов только мутации регуляторных регионах более того будем концентрироваться именно на науклеотидных заменах то что ну их просто больше тем не менее на самом деле даже если в такой сжатой постановки попытаться сделать задачу типа что а давайте возьмем эффекты всех однонуклеотидных замен которые точно произошли в промоторах или enhancer и попытаемся просто там учить нейросетку напрямую предсказывать эффект той или иной мутации опять же мы столкнемся вот стоит всеми же самыми проблемами у нас опять данных просто не хватит у нас все переобучится там будет печально вот поэтому надо все-таки пытаться понять как эта штука действует то есть как каким образом вообще они на что-либо влияют и обычно одноклеотидные варианты они затрагивают именно сайты связывания некоторых транскрипционных факторов то есть у нас вот есть например кастоматийный пример когда у нас мутация в хранции реальфа синуклеина нарушает связывание транскрипционных факторов mx2 и у нас получается что на нормальном варианте это связывание происходит и экспрессия есть небольшая а в варианте с заменой и у нас статазин заменился на аденин у нас экспрессия существенно понижена а в итоге у нас из-за этого у людей вот с такой мутацией или клеточных клетка с такой мутации повышен риск при рождении ну и это мутация она конкретно ведет к повышенному риску развития карцинома вот если копать как бы более абстрактно то на самом деле по большей части влияние ануклеотидных замен в регуляторных участках связано именно с изменением доступности хроматина то есть у нас есть закрытый хроматин с которой у нас чего не экспрессируется у нас есть промежуточная вещь как доступный хроматин с которым в принципе что-то может связаться что-то может взаимодействовать и преобразовать его либо закрытый хроматин либо как раз это в открытый хроматин и из которого у нас активно будет происходить экспрессия вот и в принципе если вот начинать с этой абстракции что мы можем сделать вот у нас есть вот так то есть у нас есть вариант без мутации референсный аллель и у нас есть вариант с мутацией альтернативная или правильный вариант мы вот в идеале если бы у нас были данные вообще всех мире экспериментов чтобы мы сделали мы взяли для референсного аллеля посчитали какая там доступность хроматина мы бы взяли для альтернативного аллеля посчитали какая доступность хроматина ну и дальше просто сказали что ну влияние замены по-видимому это просто разница этих двух доступностей и скорее всего мы бы были даже правы потому что ну существуют эксперименты где действительно получается добыть вот эту информацию о доступности хроматина для разных аллелей если это хорошие эксперименты то действительно будут детектироваться маленькими усилиями важные мутации в реальности конечно же у нас такой радости нет поэтому нам приходится делать иначе нам приходится говорить что ну давайте попробуем что будет если мы научимся предсказывать доступность хроматина то есть мы не будем пытаться напрямую предсказывать эффект мутации а мы просто сделаем маша машинного обучения который мы даем на вход последовательность и она нам выдает вот доступность хроматина либо там вдоль всей этой последовательности либо в центре этой последовательности либо там какой-то конкретной позиции в этой последовательности. Вот мы, ну, понятно, что эта позиция должна быть именно в районе мутации. Соответственно, мы дальше берем предсказания этой модели для референсного альтернативного случая, одно из другого вычитаем, ну и тоже надеемся, что мы предсказываем достаточно то же, точно поэтому и разница будет достаточно точной. Вот, тут есть бонус в том, что если даже мы в нашей модели не совсем точно численно будет предсказывать изменение доступности хроматинга, то не факт, что она будет плохо работать в такой постановке, потому что ей на самом деле достаточно ловить просто то, что факт самого изменения доступности хроматина, а не насколько именно там изменилась численно. Вот, соответственно, задачу это предсказание доступности хроматина в принципе можно, ну, по-разному поставить. У нас есть все-таки ну, у нас есть последовательность, что мы можем для нее делать? Мы можем предсказывать, ну, действительно какая там, сколько ридов у нас в ходе какого-то эксперимента попало вот именно в эту область. То есть это будет регрессия. Вот, в зависимости от обработки данных, ну, например, классонная регрессия, потому что у нас там каунты. Можно делать бинарную классификацию, то есть мы просто говорим, что у нас много регуляторных участков, ну, в геноме у нас по всему геному известна доступность хроматина. Мы знаем, что вот в 20-ти там тысячах мест, которые мы доверяем, у нас действительно они хорошо доступны, поэтому мы возьмем, скажем, что вот это будет наш положительный набор, а дальше мы по какому-то принципу сформируем сформируем негативный набор и будем просто учиться отличать одно от другого. Как ни странно, это будет работать. Я почему-то потерял одну логическую связку. Мы считаем, что доступность хроматина это прокси вообще ко всем TF, которые бродят. Есть просто две истории. В одной, там где хроматин открыт, там что-то происходит, надо смотреть на TF только там, а в другой доступность хроматина это прокси, по которой мы про TF думаем. Просто чтобы не зациклиться, надо понять, в какую сторону мы идем. Да, нет, тут прокси, да, то есть мы предполагаем, что, ну, нам не нужно предсказывать конкретно этот конструкционный фактор, его связывание, мы просто можем предсказывать хроматин. Просто у меня следующий слайд про то, что, как бы, дополнение к этому. А, понял. Все, спасибо. Да, соответственно, ну и кроме этого мы можем, в принципе, добавлять к задаче предсказания эффекта доступности хроматина для последовательности, можем добавлять какие-то дополнительные данные, но в принципе это не очень хорошо, потому что, скорее всего, у нас требование наличия этих дополнительных данных нам в большинстве случаев сильно, скорее, помешает задачу решать, ну и переносить ее на каких-то новых консентов и так далее. Вот. Ну и, в принципе, опять же, да, то есть тут вот зеленым выделена бинарная классификация, то есть ну это такой способ, который очень грубый, но при этом, как ни странно, очень хорошо работает. С регрессией тоже работает, мы видим модели, которые работают при помощи регрессии, просто с ними нужно быть более аккуратными, потому что, ну вот, с нуля такую штуку сделать сложно, потому что у вас между экспериментами может очень сильно отличаться, ну, величина сигнала, то есть это нужно правильно нормализовывать, и это тоже достаточно, ну, нелегкое дело. Вот. Иногда ее авторы будут решать просто тем, в работах, которые мы разберем, что они не пытаются как-то сегрегировать данные по экспериментам, они просто предсказывают каждый эксперимент отдельно, сколько накачалось, столько у нас чисел и будем предсказывать. Вот. Кроме этого, действительно, то есть, в принципе, вот мы сказали, что у нас есть уровень абстракции такой, что будем просто предсказывать доступность хроматина. В принципе, мы можем взять, ну, нам нужно предсказать там, как будет кровь себе, кровь себе вести из-за вот этой мутации. Ну, возьмем просто какой-то специфичный для крови фактор связывания, функциональный фактор связывания, и будем, возьмем эксперимент, где нам известно, как он связывается, с какими последователями. Научим, опять же, модель на основании последовательности предсказывать связывание того или иного транскрипционного фактора. А дальше, опять же, будем надеяться, что наша модель, вот она тут предсказала, что он связывается с такой-то силой, тут она предсказала, что он связывается с такой-то силой, ну, а разница этих предсказаний тоже будет неким прокси к тому, как работает наш регуляторный вариант. Естественное опасение, которое здесь возникает, заключается в том, что в то время, как хроматин как бы обобщал информацию по всем транскрипционным факторам, в этой ситуации мы как раз-то должны сами заниматься тем, что для конкретные проблемы подбирать, не просто знать клеточную линию, которую мы хотим смотреть, и нам нужно знать, какие там транскрипционные факторы работают, и понятно, что если какой-то фактор мы в рассмотрении не включили, то мы его пропустили. Ну и кроме того, возникает сразу естественная проблема, связанная с тем, что получается, что в каждой клеточной линии работает не один транскрипционный фактор, очевидно, их важных будет там, условно, ну там, 5-10. Вот, соответственно, у нас получается уже 5-10 признаков, с которыми тоже надо как-то работать, их нужно как-то агрегировать. Вот. Откуда вообще брать данные? На самом деле данных много. Ну, например, можно брать данные из энкода, можно брать из каких-то там баз, которые обрабатывают данные из энкода, которые там дополняют их как-то красиво, например, с GTRD. Вот. И в этих базах у них есть информация как и о доступности хроматина в общем. Это, например, DNA сек, атак сек, фейресек и так далее. Так есть и информация о связывании разных транскрипционных факторов. То есть мы можем, в принципе, обучать модель предсказывать и тот, и другой сигнал в зависимости от того, как мы поставим задачу. Вот. Тут важно понимать следующее, что мы на самом деле вот здесь сделали очень прикольную вещь, которую дальше не хотелось бы терять, что на самом деле авторы иногда теряют, что мы учимся не на той задаче, на которой будем нашу модель в итоге применять. У нас получается почти zero-shot learning. То есть мы на самом деле вот здесь мы можем выучиться предсказывать доступность хроматина, а дальше при помощи решения этой задачи мы будем предсказывать эффекты различных регуляторных вариантов. Причем нам не нужно учиться на этих регуляторных вариантов, которых мало, то есть мы избежали переобучения. Либо мы можем как-то их очень аккуратно подобрать, то множество, на котором будем учиться, чтобы, не дай бог, не произошло переобучение. Поэтому там проблемы какой-то составления вот именно тестовой выборки, строго говоря, не стоит. Но, тем не менее, кроссвалидация нам важна, потому что нам нужно понять, что мы, в принципе, модель обучили предсказывать доступность хроматина или связанные конструкционного фактора. Может быть, в этой, ну, например, у нас есть для конкретной клеточной линии, у нас есть данные ДНК-азного эксперимента по доступности хроматина и атаксека. И кроме этого, мы можем предполагать, что, в принципе, у нас, ну, обычно так и есть, у нас есть реплики для этих экспериментов, то есть у нас там есть, у нас есть некие повторности. Теперь по две. Вот, самый плохой способ сделать кроссвалидацию, который ни к чему хорошему никогда не приведет, это просто случайным образом разбить наши, наши последовательности, наша последовательность наших хромосом на участке, на которых мы учимся и на которых мы предсказываем. Там в конце презентации, там, приведу пример, когда это важно, даже если вы, вроде бы, работаете не с целыми хромосомами, а конкретно в данной ситуации, если вы взяли просто, ну, пошли по хромосоме и бьете, там, например, 15 нуклеотидов в обучении, 15 в тест, или даже вы там делаете окошки больше существенного размера, у вас возникает, к сожалению, переобучение. Причем это переобучение, оно очень сильно подводит авторов, ну, до сих пор статей. То есть есть, например, ну, есть старая статья Target Finder, в которой люди пытались предсказать взаимодействие энхансеров-промоторов, и у них это не очень получилось. То есть вот они, они взяли, ну, взять, берем последовательность промотора, берем последовательность энхансера, это немножко другая задача, не относящаяся вот именно к нашей, но идея будет та же на самом деле, то есть проблема та же будет. Мы хотим предсказать, как будет все это, будет ли данный промотор взаимодействия с данным энхансером. Вот, и оказывается, что авторы просто вот за счет того, что они вот так вот очень просто делили обучающую выборку, они не увидели, что у них на самом деле происходит просто банальное переобучение. То есть они там, на самом деле даже тут вот видно, надо смотреть на график А, что чем более сложную модель они берут, тем у них качество лучше. То есть они там не дошли до какого-то момента, когда их модель переобучается. У них там даже самая простая модель на самом деле уже начинала переобучаться. Вот, и оказывается, что если там сделать более правильное разбиение, мы сейчас увидим примеры, то по позиции на хомосоме, это имеется в виду именно по хомосомам сделать разбиение, увидим этот пример, то вот вся их модель, она вообще ничего не учит, это прям видно, и собственно было опровержение на эту статью. Аналогичную проблему создали себе авторы, например, такой статьи, как авокадо, там легко найти. Они использовали тот же датасет, что использовали авторы вот этого таргет-файндера и получили проблему. Вот это, соответственно, ссылка на статью, в которой, ну вот это разбирается ситуацией. Дим, прости, она в результате при такой разбивке, она выучивает просто локальные свойства хромосомы любые, которые отлично от того, что если хромосому перемешать, никакого отношения ни к энхенсерам, ни к нашим TF-ам это не имеет вообще. Да, там на самом деле она просто, ну на самом деле они сделали настолько плохо все, что у них там просто даже, она выучивала, так сказать, походя и ренхансеры, и промоутеры из тестовой выборки. Ну они там еще сделали несколько проблем себе. Но в случае, если мы это сделаем для предсказания какого-то сигнала, например, связывания транскрационного фактора или доступности к энхазеру, то да, у нас просто модель, она что сделает? Она выучится предсказывать, то есть ловить локальные тренды. То есть практически, ну что-то типа временных рядов, не знаю. То есть она просто скажет, что ну если у меня, вот у меня был регион, который близок к этому, я это как-то вот, ну там она, модели это могут вычислять, скажем так, особенно если немного регионок, ну наши фризнаки пересекаются. Значит этот регион близок к этому, ну значит здесь такая-то экспрессия. Или здесь, фу, не экспрессия, здесь такая-то доступность хроматин, вот такая же, как в этом близком регионе. И что плохо, что в принципе модель будет показывать очень хорошее качество, потому что действительно эта юристика работает. У нас этот сигнал резко как-то не прерывается, он достаточно плавный, поэтому действительно вот эта юристика, просто найди ближайшего соседа по хромосоме, она хорошо работает. Ну то есть как бы она, она будет отличать перемешанную, хорошо отличать перемешанные хромосомы от настоящих. И собственно больше ничего. Не, ну она, даже нет, она будет просто, вот просто ей нужно предсказать, ну да, если мы предсказываем именно классификацию, она будет, да, действительно так делать, если мы, ну или просто предсказывать бизнес. Если мы предсказываем какую-то чиселку, то она, эта чиселка тоже будет просто предсказывать по ближайшему соседу из обучения. Вот, это я в конце покажу. Соответственно, чуть менее ликвич способ, это просто взять и между репликами, то есть учимся на одной реплике, предсказываем на другой. В этом случае, если у нас модель там совсем уже заучивает результаты одного из экспериментов, из одной из повторностей, то на второй повторности у нее качество начнет падать. Это, в принципе, можно пронаблюдать, но опять же, это достаточно легкий критерий, потому что, ну повторности, они на то все-таки являются повторностями, чтобы между собой в хорошем эксперименте, а мы предполагаем, что мы для обучения модели отобрали хорошие эксперименты, совпадать. Вот, поэтому как бы следующий по уровню сложности вариант, это мы берем, учимся, например, на, у нас есть для клеточной линии, как я уже говорил, данные по доступности хроматина, полученные и при помощи ДНК-азы, и при помощи атака. Эти методы показывают более-менее похожие результаты, поэтому, опять же, мы можем считать, что если мы учимся на ДНК-азе, то мы должны хорошо уметь предсказывать атаку. Если у нас это не получается делать, то, скорее всего, мы где-то неправильно тренируем модель, наша модель не учит регуляторную грамматику, она не учит, как у нас действительно происходит регуляция в геноме, она просто заучивает последовательность, она опять же как-то выучивает просто вот конец неба с чем-то как ближайшие соседи. Вот, поэтому обычно люди применяют следующую практику, они хромосомы, часть хромосом засовывают в обучение, а какую-то часть хромосом они засовывают в валидацию. Вот, и в этом случае уже в большинстве постановок сложно придумать ситуацию, в которой все равно произойдет утечка данных. То есть действительно получается, что если ваша модель вот на таком результате смогла предсказать данные по хромосоме, на которые она ничего не видела, то ваша модель выучилась. Соответственно, вот это кросс-хромосомное разбиение, оно является общим методом, который вот везде используется. Более того, есть там набор от авторов Дрима, такого соревнования, просто там типа, что нужно вот брать такую-то, такую-то и такую-то хромосому валидации, остальные надо брать в обучение. В принципе, так можно делать, конечно, но вопрос все равно возникает, том, а как все-таки эти хромосомы разбить между собой на обучение и на валидацию. И, ну, опять же, если у нас кросс-валидация, ну, можно там просто наборами их какими-то раскидывать. Единственная проблема, которая, ну, можно, например, самый простой способ всегда одну хромосому отправлять в валидацию, остальные в обучение. Но здесь возникнет проблема с тем, что хромосомы на самом деле тоже между собой неоднородные. Есть какие-то уникальные хромосомы, которые от всех других отличаются. Есть, наоборот, хромосомы, которые между собой очень похожи. Соответственно, у нас качество на разных разбиениях будет тоже отличаться. Ну, соответственно, с этим можно бороться. Например, таким способом можно бить по частям хромосомы. То есть у нас есть, на самом деле, участок, через который маловероятно, что сигнал будет сохраняться, вот его локальность. Это центромеру в хромосоме. Можно просто взять одно плечо, засовывать всегда в обучение, второе в валидацию. А здесь возникнет другая. Ну, опять же, здесь не возникнет проблемы с тем, какие хромосомы выбирать. Единственная проблема, которая здесь возникнет, какое плечо выбирать, что оно пойдет в данном месте в валидацию, а здесь в обучение. Ну, мы все-таки, потому что плечи тоже немножко отличаются. Но все-таки мы предполагаем, что эти плечи больше друг на друга. То есть, если одно плечо ушло в обучение, а второе в валидацию, то они с одной стороны друг на друга достаточно похожи биологически, а с другой стороны они не позволяют модели хитрить как-то. Ну, и, соответственно, можно делать много разберений, кросс-валидации. По-разному сделать. То есть, сначала у нас идет только одни там, потом второе. Ну, по-разному еще выбирать, какой из плечей идет куда. Хорошо. Значит, если по этой части нет вопросов, то идем дальше. Вот мы, допустим, определились с тем, как свалидироваться, как наши подбирать модели, ну, параметры нашей модели, по сути. Чаще всего используют именно вариант предыдущий, когда просто кросс-хромосомное разбиение. То есть, однако, там несколько хромосом пошли в валидацию, остальные пошли в обучение, возможно, сделать несколько вариаций этого, чтобы было несколько сплетов. Теперь вопрос, а на чем тестироваться? Потому что вот я только что говорил, что на самом деле данных про, ну, данных о влиянии того или иного варианта, регуляторного варианта на экспрессию, достаточно мало. Первый, ну, и на самом деле ответ стоит в том, что эти данные надо просто брать из разных источников надергивать. Их на самом деле достаточно много. Я привожу несколько примеров. Первый пример – это данные, которые получены из СЭГИ-4. Можно вот почитать их описание из посылки. Суть там просто в том, что для одной клеточной линии взяли все известные нуклеотидные, однонуклеотидные варианты, которые приводят к изменению экспрессии генов в этой клеточной линии. А дальше с ними, дальше для них померили специальным экспериментом вот реально как они влияют на эту экспрессию. То есть они ее повышают, понижают и так далее. И как это относится с… ну, то есть как они влияют на все это относительно последовательности дикого типа. Вот. Я что-то не очень понимаю. То есть там, если у нас клеточная линия, то, казалось бы, во всех клетках мутация одинаковая. То есть если ты говоришь, что… Не, но имеется в виду, тут клеточная линия более общая. Ну, то есть мы просто знаем, что вот в сравнении с… мы знаем, что в клетках, например, вот такой-то клеточной линии в сравнении с херенцем у нас… То есть если произойдет такая-то мутация, то у нас повысится экспрессия та или иная. Что-то имеется в виду. То есть у нас есть такая информация. Ее там можно получить через вас. Ну, и, в принципе, такая информация действительно есть. Единственный вопрос, что ее нужно… Ну, нет вот численного именно изменения экспрессии. Собственно, авторы, вот набрав эти варианты, которые, ну, скорее всего, действительно правильные, которые действительно влияют на экспрессию, они взяли и их проскорили. Вот. И у них там было… у них там есть два… Сейчас. У них есть два челленджа вот именно с этими данными. Первый состоит в том, что, ну, на самом деле, рядом с каждым геном у нас все-таки находится какая-то регуляторная область. Там не сидит один нуклеотит, а сидит какая-то область. И там у них задача, во-первых, предсказать, какой конкретно нуклеотит все-таки ответственен за… Ну, то есть, какая мутация в каком нуклеотите будет ответственна за изменение экспрессии. А вторая, собственно, насколько изменится. В какую сторону. Вот. Но… Я все-таки не понимаю. Ну, то есть, эти мутации… И сколько вот этих вот позиций, да? Их, наверное… Ну, то есть, как бы… И что, искусственно делают мутацию где-то? Ну, так ведь нельзя сделать много, как бы, да? Нет. Ну, сейчас, да, сейчас обсудим, как искусственно это посчитать. Если есть какие-то кандидаты, как… Можно экспериментально проверить. Это будет чуть позже. Вот. Я просто решил эксперимент рассказать вот после следующей, следующей итерации этой штуки. Прости, Дим, если я правильно понял Сашин вопрос. Клеточные линии, они же… Они на самом деле гетерогенны достаточно. То есть, там есть клоны такие, клоны такие внутри линии. Или это не так? Или они прямо все одинаковые? Мы можем… Мы можем набрать именно те варианты, которые связаны с… Ну, то есть, которые мы из каких-то источников знаем, что они именно связаны с изменением экспрессии. То есть, они важные, действительно. А далее… Вот именно в данной клеточной линии, там… Ну, не то, что клеточные линии, а там… Не в смысле раковые, а в смысле крови и так далее. Вот. А дальше мы можем померить их эффект уже в какой-то клеточной линии, да, раковые. Вот. Которая похожа на ту, в которой мы знаем, что экспрессия будет меняться. Ну, сейчас до этого дойдем. Хорошо. Значит, с этой… Значит, вот здесь померено для одной клеточной линии, но зато много разных промоутеров, но в этих промоутерах и хансерах померено там буквально несколько коммутаций. Что делали в SEGGI 5? Сделали более… Более простое, на самом деле, или понимание XPM в том числе, просто берется клеточная линия, и мы в этой клеточной линии пытаемся… Ну, смотрим, как будет влиять… Действительно, как будет влиять каждая замена на экспрессию в некотором промоутере, который известно, что активен для этой клеточной линии, например, там, и важен, например, MIG в HEG 293 и так далее. Мы будем брать и для каждой замены, вот для каждой возможной замены будем считать, как она влияет на экспрессию того или иного регулируемого гена. Вот. Здесь вопрос, как вот эти чиселки получить, потому что, ну, абсолютно верно, да, у нас этих мутаций не может… То есть мы не можем там просто брать и секвенировать до бесконечности много-много клеток в надежде, что мы все просто для каждой замены поймаем. Как вот здесь в этой табличке видно, что у нас… Вот мы берем, например, промоутер MIG в клеточной линии, там, такой-то. Мы знаем его… Ну, и берем просто все его позиции. Вот в первой позиции, которая начинается, сделали замену A на T. Узнали, что у нас влияние этой замены там 0,4, то есть экспрессия увеличивается. Более того, откуда-то у нас еще есть оценка уверенности. Пока на это можно не обращать внимания, вот в том, что именно такое будет влияние. Дальше мы взяли замену в той же позиции, но уже A на C и так далее, и так далее. И так мы прошлись по всем позициям данного регуляторного элемента. Вот. Есть какая-то экспериментальная техника, которая позволяет прямо делать замену конкретного нуклеотина? Ну, вот сейчас мы про это поговорим. С одной стороны, ответ почти да. Вот. Почти да. Значит, да, естественно, вот как делалась вот эта штука и как делалась вот эта штука. И почему, собственно, там, соответственно, между этими конкурсами, насколько я понял, появился как раз способ вот делать вторую более удобно. Да, ну, соответственно, а как выглядит вообще это все? Вот мы берем просто конкретный промотор и просто берем от нулевой позиции до шестисотой. Просто берем и строим влияние каждой замены. И вот получается, что мы прям видим, что у нас в каких-то участках этого промотора прям любая замена ведет к уменьшению экспрессии. У нас есть какие-то участки промотора, где если мы сделаем замену, у нас экспрессия, наоборот, увеличится. И так далее, и так далее. Вот такую картинку мы можем построить. В принципе, наши данные именно так и будут выглядеть для каждого, для каждой позиции там выбранных промотор. в каждой из которых ассоциирован с тем или иным, на самом деле, заболеванием, чтобы это было социально значимо в конкурсе. Сейчас можно про промотор напомнить? Вот промотор, сейчас говорится о промоторе гена МИК. Я правильно понимаю? Одного конкретного гена, да? Да, да. Ну, это как бы он один, да? Да. А вот эту вот картинку можно еще раз вернуть? Да, вот давайте посмотрим. Да. Это уже другого. То есть мы берем другой промотор, другого гена. По-моему, это как раз-то сорт 1, да, сортилин. Мы берем в каждой позиции, в этом промоторе, вносим мутацию. Берем, ну, точнее, в каждой позиции, в этом промоторе. Вот если было все идеально, я сейчас немножко вру. Мы вносим конкретную мутацию. Например, мы хотим в первой позиции посмотреть эффект мутации, если заменить референсный нуклеотид, например, на А. Провели эксперимент, получили, как изменится экспрессия. Потом мы делаем то же самое для второго, для второй позиции, для третьей и так далее. И так можно сделать, в принципе, для любого участка ДНК, как ни странно. То есть если он там какого-то заданного размера, так можно сделать. То есть действительно с какой-то степенью оценить влияние каждой однонуклеотидной замены в нем. А это эксперимент, да? Да, да. Эти экспериментальные данные, да? Да. Ну, соответственно, да, откуда они получаются? Вот я сейчас скажу, да, то есть вот я немножко врал. Тут проблема в том, что на самом деле, опять же, если мы начнем, ну, то есть гипотетически мы могли бы, конечно, синтезировать все возможные варианты, но это было бы, конечно, очень тяжеловато, их было бы просто немножко много. И к тому же это потребовало прям очень сильно заморочиться и избегать каких-то ошибок. Поэтому делается немножко... Ну и плюс, есть еще один раз, что разные... Мы хотим все-таки, чтобы наши данные между промоутерами хоть как-то и энхансерами хоть как-то между собой соотносились. Поэтому делается следующее. На самом деле берется не вот тот конкретный ген, который под контролем данного промоутера, потому что это в общем случае не должно сильно влиять. Мы берем последовательность промоутера или энхансера, вставляем ее там перед геном, причем перед репортерной именно конструкцией. То есть у нас просто эта репортерная конструкция, она будет в нужной нам клеточной линии. Например, мы выбрали хек-293, она дальше будет экспрессироваться, и мы как-то сможем померить, насколько она активно экспрессируется. В самых простых случаях используют GFP и Люциферазу, когда мы просто можем оценить степень свечения. Но в этом случае у нас, к сожалению, не получится там каких-то красивых циферок, потому что свечение, оно все-таки, ну, можно там разделить его, скажем, на 8 категорий, но разделить светимость там вот прям на много-много-много разных категорий тяжело. Вот, поэтому мы берем вот эту, значит, да. Поэтому используем немножко другую. Дин, ты говорила слово, я не раз слышал. Какая конструкция? Репортерная. Репортер, то есть она должна каким-то образом мочь сообщать нам о том, как влияет последовательность, которую мы вставили перед ней, на экспрессию, собственно, на экспрессию. То есть правильно ли я понимаю, что как бы теперь мы забываем вообще происходный ген, мы как-то просто делаем такую же промотору или энхастер, а за ним вставляем, ну, нечто похожее на этот ген, да? Да, да. Насколько я понимаю, Саш, можно я влезу? Вот были такие волшебные картинки с какими-то светящимися свиньями. Это все на самом деле делается не столько ради прекрасного рейва, сколько ради того, что если мы вставим короткий светящийся протеин перед тем протеином, экспрессию которого мы хотим получить, то есть под все его регуляторные штуки, но при этом до него, то в результате мера светимости клетки или куска ткани показывает нам то, как бы эта клетка хотела экспрессировать тот ген, который мы как бы отодвинули в сторону. Ну, более-менее так, но единственный нюанс, что вот здесь мы, нам именно последовательно, то есть нам не нужно вставлять сам ген, то есть мы, ну, не сам ген, то есть кодирующую часть, мы берем именно промотор. А после у нас вот идет вот эта конструкция, экспрессия которой нами как-то измеряется, и на основании этого мы делаем вывод, как влияет та или иная последовательность на экспрессию. Слушай, я не понимаю, но как бы все-таки должна быть какая-то связь, то есть мы же не можем поставить сюда в этот репортер все, что угодно. Ну, потому что как бы… Оно должно физически измеряться, оно светиться должно. Да-да-да. Репортер не должен быть похож на нас. Сейчас я беседу. Все-таки, как бы я так понимаю, что этот инкамсер и промотор, он действует на свой собственный ген, да? Ну, у вас… Нет, ну там суть в том, что можно… Или важно только то, что они расположены рядом. Да, да, важно только расположение. А, то есть… Вот, и мы здесь как раз-то… Да, значит, здесь светимость нельзя применить, как я уже сказал, потому что тогда у нас не получится какой-то красивой циферки. Поэтому здесь репортерная конструкция, она немножко сложная. То есть мы берем последовательность некую, которая будет экспрессиваться, а после нее еще вставляем такой бард-код. бард-код. Значит, это же короткая последовательность ДНК, которая будет уникальна, ну, плюс-минус уникальна для каждой конструкции вот такой. То есть, смотрите, у нас есть куча конструкций, которые потом будут экспрессироваться в клеточной линии некоторой. каждая из этих конструкций, она, с одной стороны, в нее вставлена какая-то последовательность, с другой стороны, у нее есть некий уникальный бард-код. То есть у нас есть некое сопоставление. То есть у нас вот этому… У нас в одной последовательности, ну, просто так вот экспериментально иначе сделать не получится, может быть сопоставлено, на самом деле, несколько конструкций. Эти конструкции будут отличаться только бард-кодом. Понятно? А эти конструкции куда оставляются? На какую форму, в какую позицию? Это важно вообще-то, да? Нет, они экспрессируются, это просто вот оно замыкается, там видно вот плазмитка. То есть экспрессируется плазмитка, по сути. А все промоутеры при этом разные, да? Вот это вот… Да, вот сейчас мы промоутеры. Да, они все разные. Их тоже синтезируют специально, да? Да, вот сейчас… Вот следователь, репоттер, бар-код, это все искусственно синтезировано. Да, да. Вот. Соответственно, дальше что происходит? Мы знаем, что у нас вот экспрессируется вот это… То есть у нас здесь будет разгреиваться РНК. Кроме этого, мы можем все-таки наши вот эти последовательности репортерных конструкций, а не ДНК, мы их тоже можем выделить. Дальше что мы сделаем? Мы возьмем и секвенируем и то, и другое. Зачем нам секвенировать ДНК-бар-коды? Потому что на основании этого мы понимаем, какому бар… То есть вот для данного бар-кода, например, для BC1, какая последовательность была вставлена промоутера конкретная? Вот. Получили одно сопоставление. То есть у нас BC1, там, бар-код, ему соответствует последовательность 1. BC2 бар-коду тоже соответствует последовательность 1. И так далее. Это мы получили из секвенирования ДНК-бар-кода. Дальше мы можем сделать то же самое, но уже с РНК. А для РНК зачем нам это все? На самом деле нам там нужно уже не какое-то сопоставление получить, а нам нужно просто посчитать, сколько последовательностей экспрессировалось тем или иным бар-кодом. То есть сколько вот последовательств содержит там бар-код BC1 и так далее. Отсюда мы знаем, например, что у нас в ходе эксперимента, ну вот условно, допустим, для последовательности 1, у нас было получено, у нас получилось 195 конструкций. Каждая из этих конструкций обладала своим уникальным бар-кодом. Если просуммировать вот по всем этим 195 бар-кодам, сколько раз они встретились в результате уже секвенирования РНК, окажется, что их было 3735. При этом мы предполагаем, ну и оно так есть на самом деле, что на экспрессию будет влиять вот только последовательность, которую мы вставили. Получилось, что для каждой последовательности у нас есть количество ДНК, с которой она синтетизирована, ну с которой, сейчас, для каждой последовательности промоутера у нас есть число конструкций, в которых она была, и число РНК, сколько вот экспрессировалось под контролем конкретно этой последовательности. Понятно, что получается, что количество РНК, которое будет экспрессировано, это некая функция от количества ДНК, которое было, и самой последовательности. Вот. Но осталась одна проблема. Значит, если бы, если бы действительно, вот как я описал, мы могли наплодить последовательности, которые отличаются от исходного промоутера ровно одной мутацией, то вот на этом мы бы и закончили. Потому что мы бы просто могли сказать, что, ну там, условно, там, эффективность, там, каждая мутация, это просто, там, берем количество РНК, разделили на количество ДНК. Вот ее влияние. Получили какую-то оценку. Все. Мы можем легко по этому сравнивать. Можем там вычесть количество РНК, которое экспрессируется для референсной последовательности и радоваться. У нас будут отрицательные скоры, будут положительные скоры. Кроме того, на основании количества РНК, фу, ДНК, мы можем даже посчитать какую-то надежность нашего прогноза. Вот. Но это было бы в идеальном мире. К сожалению, наш мир не идеален, эксперимент не идеален. Это вот видно на картинке, которую вот я здесь привел. Что на самом деле в каждой последовательности этого промоутера может встречаться несколько мутаций. Мы подбираем концентрации реагентов таким образом, чтобы, в принципе, в идеале в каждой последовательности действительно встречалась там одна мутация. Например. Можем там, ну, можем брать больше, на самом деле. Но по случайным причинам у нас в последовательности может встретиться больше мутаций. К сожалению. А почему так, если их же и синтезировать специально с одной мутацией? Ну, да. Но метод, которым их синтезируют, их вот нельзя... То есть было бы очень затратно, намного более дорого сделать, вот просто реально сделать каждую последовательность ровно по одному разу. Ну, это было бы очень-очень дорого. Вот, поэтому делается это, ну, стахастическим методом, по сути, который действительно нам производит последовательность, в которой в среднем произошла одна замена. Она произошла там в случайном месте. Мы можем подобрать концентрации реагентов так, чтобы у нас, ну, мы ожидали, что у нас для каждой замены вообще возможной действительно встретится хотя бы несколько промоутеров с такой заменой. И, к сожалению, при этом мы получаем ситуацию, которая на самом деле, вот последовательность каждого промоутера несет несколько мутаций. Вот. Это очень грустно, но дальше нам помогает, вот опять же, то, что я говорил, что, в принципе, экспериментальные данные, которые мы получаем таким образом, они все равно немножко грязные. Потому что мы говорим, что, ну, этих мутаций не очень много, а они, скорее всего, не находятся совсем уж близко друг к другу, и поэтому будем считать, что одна, что нуклеотидные мутации, они, во-первых, действуют независимо, а более того, их эффект мы аддитивен. Вот. Это абсолютно, конечно, ну, странное заявление, что у нас получается, что если у нас произошла там одна нуклеотидная мутация, которая увеличила экспрессию, там, не знаю, в два раза, другая уменьшила, например, там, в полтора раза, ну, там, логарифмически, а не аддитивно. То есть у нас там получится, надо просто, там, два разделить на полтора, и мы получим, что хотели. Нет, так, это как бы странно. То есть так, ну, в реальности так не всегда происходит, мягко скажем. Но, используя это предположение, можно просто сделать следующую вещь. Можно каждую последовательность закодировать просто по факту, есть там какая-то мутация или нет. У нас может в каждом участке последовательности промоутера произойти три мутации. Например, если у нас последовательность нуклеотида А, мы его можем заменить на С, на Г, на Т. Вот, получается, что мы каждую позицию последовательности можем описать вектором из трех ноликов или единиц, ну, трех циферок, одна из которых может быть единичкой. Там не обязательно, они могут быть все нулями. Вот, и получается, что вся последовательность просто кодируется бинарным вектором. Если в этом бинарном векторе на какой-то позиции стоит единица, значит, вот это соответствует тому, что в какой-то позиции исходной последовательности была такая-то ровнозамена. Вот, это немножко выносит мозг. Получается такая матрица очень из нулей единиц. И мы дальше просто на эту матрицу натравливаем, ну, каждая последовательность ставлена вектором. Мы берем вот на весь полученный датасет, просто натравливаем регрессию, при этом мы в этой регрессии учитываем количество ДНК еще как дополнительный член и должны предсказывать количество РНК. Дальше, в силу того, что мы предполагали эту самую аддитивность, у нас регрессия выдаст для каждой позиции в исходной регуляторной последовательности, она выдаст коэффициент. Этот коэффициент, соответственно, мы будем считать как раз-то вот этим самым эффектом на экспрессию. То есть вот это вот число, это на самом деле не какая-то там своеобразным образом отнормированная там разница между экспрессией референсного варианта и альтернативного, а это вот именно коэффициент при данной мутации в линейной регрессии. Очевидно, что этот коэффициент не совсем точен. Там может даже получить, даже действительно можно это увидеть прямо, что много коэффициентов, особенно которые маленькие, они не очень точные, в них, например, ну, понятная причина, в них и модель там не сильно уверена. Мы, опять же, из того, что это линейная модель, можем из нее легко получить оценки уверенности нашей модели вот в каждом таком коэффициенте. Вот. Там эти оценки уверенности, они немножко видоизменяются по сравнению с тем, как в реальности мы получили бы оценку уверенности из линейной модели, но суть это не меняет. Вот. Вот. Соответственно, описание всей этой процедуры нужно просто для того, чтобы мы понимали, что, в принципе, вот все эти экспериментальные данные, они получаются как-то очень специфично. То есть они, пока у нас нет экспериментальных данных, которых мы бы были на 100% уверены. Вот. Они все получаются какими-то евристиками. В данном случае вот мы сделали, значит, вся эта схема называется параллельный эксперимент, массовый параллельный эксперимент с репортерами. И наше предположение состоит в том, что вот эффект любой одонуклеотидной мутации, он не зависит от того, есть ли какая-то другая мутация в этом промоутере, что, естественно, не совсем правильно. Вот. Промоутеры для разных генов, они... Промоутеры для разных генов, они же разные, да? Да, да. Ну, а тогда вот эта последовательность, это она как бы... Ну, ее вайлтайп, промоутер для такого гена, ну, какого-то конкретного, да? Ну, да. Так мы вот взяли, мы набрали несколько, мы сделали как бы несколько этих массовых экспериментов, мы взяли вайлтайп из микро, взяли вайлтайп из сорта, ну, с последовательности промоутера сорта и так далее. А мы смешиваем, когда строим модель, или мы для каждого гена строим свою модель? Ох, насколько я помню, мы строим отдельно, потому что это было бы более правильно. Я, честно говоря, вот сейчас процедуру давно читал, достаточно, она присутствует. Ну, нет, на самом деле, нет, понятно, что строим отдельно, фу, это очевидно, потому что у нас просто референс, у нас вот эти нолики-единички, они кодируют именно отличие от исходного промоутера, поэтому мы, естественно, линейную регрессию строим отдельно для каждого из них. Мы надеемся, что у нас в результате, во-первых, полученные цифры действительно будут отражать влияние экспрессии, а кроме того, мы надеемся, что они будут между вот этими разными промоутерами и энхансерами переносимы. То есть я понимаю, почему вы спрашиваете, да, то есть есть нюанс еще один. Не факт, что то, что мы получили на одном, полностью согласуется с тем, что мы получили на другом. Оно должно согласовываться или нет? Ну, согласовываться в смысле, что величины соизмеримы, что там типа вот влияние 0.4 в микке – это то же самое, что влияние 0.4 в сорте, в сорте линии. Возможно, это не совсем так будет. Все-таки тогда возвращаясь, если эти промоутеры разные, для разных генов, а мы, вот этот вот репортер, он как бы у нас одинаков. У нас он одинаков с отличием, у нас есть отличие от того, что в самой промоутерной последовательности, или энхансерной. Ну, а почему? Ну, как бы, то есть, в нормальной ситуации у нас для каждого гена свой промоутер. А тут мы как бы вместо гена ставим вот этот вот репортер. Он по-разному будет влиять, как бы зависит, ну, то есть на один будет влиять. То есть промоутерная последовательность, я так понимаю, она все-таки предназначена влиять на конкретный ген. Она своя для каждого гена. А тут мы... Не совсем. Вот в том-то и дело, что промоутерная последовательность, ну, во многом она не зависит от того, что дальше идет в гене. Дальше идет в кодирующей части. Как раз это предположение, что у нас промоутерная последовательность, что весь ее эффект обусловлен чисто тем, что у нас там связываются транскрипционные факторы и так далее, а что эффект, который идет после, он там не очень большой на самом деле. Да, по-моему, вообще нет. Промотор можно к любому гену прикрепить, работать. То есть в этом смысле пока такая парадигма. Ну да, то есть можно предложить примеры, где так не будет выполняться, скорее всего. Ну то есть там, где, например, на кодирующую часть наползает какая-нибудь регуляторная. Но в большинстве случаев будет вот то, что да, предположение, что мы можем взять промотор, приделать его к любому гену. И это будет работать, и в принципе будет работать так же. Но промоторы же разные для разных генов или нет? Промоторы разные. А что значит приделать к гену? То есть промотор от МИКа, допустим, если мы приделаем к СОРТ-1, он будет работать? Он будет работать? А, он будет работать, то есть тогда его регулироваться будет другим транскрипционным фактором, что ли, просто в этом дело? Конечно. Но одного транскрипционного фактора по геному там до 10 тысяч бывает мест, с которым может связываться. Поэтому промоторы повторяются по мотивам связывания. То есть понятно, что они не так хорошо выравниваются, но... То есть у вас получится что? Сейчас, вот, да, если я возьму промотор гена СОРТ-1, ставлю его, ну, в принципе, в раке такое бывает, ставлю его перед промотор, ну, перед геном другим, то у меня просто ген, который другой, начнет экспрессироваться в тех условиях, в которых он, ну, в норме не должен был экспрессироваться, а экспрессировался, вот, ген под контролем промотора СОРТ-1. Ну, очень важно. Вот, получится такая ситуация. Опять же, правильно, что там есть... Хороший пример, GenFusion, этот пример. Ну, да. GenFusion как раз это демонстрирует, что это так. Вот. Понятно, что есть нюансы, но, как бы, вот этот нюанс, как раз-то, он не очень важен. Важный нюанс вот именно то, что мы предположили, что ген, что замены между собой, ну, независимы, и вклад их аддитивен, ну, окей. Вот. Хорошо. Ну, и есть третий способ тестировать наши данные. Соответственно, есть информация действительно о том, что вот в данном аллеле, в данном месте генома у нас транскрипционный фактор. Он, если у нас, например, там один... То есть одна буковка, он транскрипционный фактор связывается... Дима, можно, извиняюсь, по предыдущему, еще раз вопросу. А какое биологическое тогда объяснение того, что, ну, вот, предыдущую картинку, да, то есть на каком-то месте у нас сильно влияет мутация, а на каком-то нет. То есть я... Ну, вот, потому что ты раньше рассказывал то, что там прикрепится транскрипционный фактор или не прикрепится, да? Ну, вот, да. А вот в том эксперименте, который ты рассказываешь, там разве вообще транскрипционный фактор, они как-то участвуют? Ну, они участвуют, потому что мы это как раз-то экспрессируем в клеточном... Тут зачем им клеточная линия-то нужна, какая-то определенная? Потому что в этой клеточной линии экспрессируются такие-то транскрипционные факторы в большом количестве. Мы как раз-то поэтому и подбираем клеточную линию, чтобы у нас там транскрипционные факторы были действительно те, которые вот с данным промоутером как-то взаимодействуют. взаимодействие трансляционного фактора осуществляется с промотором или сен-хансом трансляционный фактор он экспрессируется но по-разному разных клеточных линиях поэтому чтобы узнать как у нас будет влиять та или иная замена такой-то клеточной линии нам нужно взять просто промотор и засунуть его в нужную клеточную линию поставив под его контроль какой-то там ген который будет как-то экспрессироваться вот ну и последнее что мы можем еще делать у нас действительно есть на самом деле данные о том как у нас действительно есть ситуации в которых мы точно знаем что достаточно одной замены в не кодирующей последовательности чтобы трансляционный фактор перестал связываться вот таких такие события то есть алиспецифик байдинг называются и такие события действительно можно находить и например их можно брать вот из базы данных адастра то и вот сделали мои коллеги этом немножко анализировал машинное обучение вот они соответственно вот в этой базе данных у нас тоже мы можем взять мы знаем конкретные позиции в которых действительно одна мутация единственная поменяет связывание трансляционного фактора мы знаем некую нашу уверенность в этом прогнозе и мы можем взять и просто то есть у нас есть просто табличка мы берем для каждой для для каждой такой позиции нашу модель делаем предсказание нашей модели для альтернативного и для референсного варианта и на основании просто скоро смотрим а угадали мы или нет то есть действительно ли у нас вот предсказание нашей модели позволяют отличать те замены которые влияют на влияет к статистически на связь трансляционного фактора тех которые не влияют вот хорошо значит как вот все эти задачи у нас есть тестовые данные возвращаемся к исходной задачи нам нужно предсказывать каким-то образом будет ли здесь участок открытого хроматина или нет а в том примере там замены где то есть у трансляционного фактора мотивы обычно короткие 5-6 да изучаются замены снипы вот в этих 5-6 муклеотидах или более длинный обыск более да тут нюанс такой мы ну да мы тут не не берется именно мотив то есть мы просто знаем что вот в данной области у нас есть пик связывания трансляционного фактора просто из эксперимента чипсек и данного трансляционного фактора мы знаем что вот данной области он связывается а если мы сделаем вот одну мутацию в этой области действительно сделаем вот один одну мутацию это не обязательно что эта мутация прямо мы можем этот сайт детектировать при помощи там обычного мотива это не всегда работает но мы знаем что если мы сделаем эту мутацию то все там то больше вот этого пика в чипсеке мы не увидим там транспортный фактор связываться не будет либо он слаб будет связываться намного более слабо а мутацию сделаем это какой-то есть этот тут имеется ввиду мутацию сделаем что мы у нас просто есть экспериментальные данные как раз в данном случае ну почему у нас у нас вот как это в этом случае есть действительно экспериментальные данные у нас есть информация о том как выглядит днк зная доступность или в случае с результатом чипсек но данные чипсек как они выглядят в для одного аллеля и для другого случае да да как раз то вся суть том что все совпадает кроме собственно последовательность опять же там с всякими допущениями но то есть действительно можно такие моменты детектировать откуда вот получилось такой что с одной замены ну если бы это была идентичная клеточная линия не было бы замены нет но не на замены же происходит все равно случайно даже происходит жни нашли всех клетки одинаковы мы знаем что нас вот у нас есть например дипло и дипло и диплоидный набор там там есть еще там там берутся раковые клетки по этому будет более большая плотность и мы знаем точно что вот у нас есть точная копия данной хромосомы но вот отличие единственное что в данном конкретно не точная копия а похожая нас есть просто две хромосома которые в данном участке они отличаются только этой заменой. И эта замена, она приводит к тому, что вот с одной копией связывание происходит, а с другой нет. Окей, спасибо. Есть такие прям много примеров? Да, да. Ну вот можно посмотреть в базе, там их много, на самом деле. Там единственный нюанс, что нужно очень, то есть вот ребята очень долго мучились с тем, что это нужно очень правильно оценивать, потому что берутся раковые клетки, в которых ну, тяжело это делать. Спасибо. Потому что у них понятно, что там плойность может очень сильно меняться, и понятно, что хромосомы не обязательно такие же. В принципе, я их могу тоже позвать, рассказать про это подробнее. Вот, хорошо. Значит, нам нужно теперь научиться как-то предсказывать доступность хроматина. Все-таки. И первый способ, который внезапно, оказывается, может работать, но с небольшими изменениями, это просто взять и каждую последовательность. Нам нужно сказать, эта последовательность будет участком открытого хроматина или нет. Берем эту последовательность, написываем камерами, просто вот встречается тот или иная последовательность, заданная длина в ней или нет. И учим на этом модель, например, учим метод опорных векторов, то есть абсолютно классическое машинное обучение. Вот, оказывается, что это, в принципе, будет работать, но с одним но. Если мы возьмем просто вот действительно последовательность, например, длины 300 нуклеотидов и хотим предсказывать, будет ли там в центре часто открытого хроматина или закрытого, и будем использовать камеры, то если мы будем использовать камеры, скажем, размера 3 или 4, то у нас предсказывать будет плохо. Потому что просто длины 300 можно много очень камеров набрать длины 3 разных, то есть информация будет размытая. Но какие-то сигналы большие не увидим. Если брать камеры длины 10, мы с одной стороны будем точно знать, есть ли сайт транскрипционного фактора такой-то, то есть можем эту информацию как-то получить. Но камеров длины 10, их значительно больше. Поэтому с одной стороны у нас, во-первых, данные становятся сильно больше, то есть если мы каждую последовательность описываем там 10 мерами или 12 мерами, у нас это сразу в памяти сильно раздувается. А с другой стороны у нас получается, что если мы возьмем эту, попытаемся какую-то случайную последовательность длины 300 описать вот этими камерами длины 12, у нас получатся очень разреженные данные. То есть у нас для каких-то последовательностей будут встречаться просто уникальные камеры. Вот. И, соответственно, на таких данных наша модель, она либо не обучится, либо переобучится. В общем, это будет тоже не очень хорошо работать. Поэтому вот авторы GKMSVM, они предлагают засчитывать за то, что камер какой-то есть в последовательности, не только вхождение этого самого камера, но и если он входит туда с какой-то точностью. То есть мы допускаем, мы можем посчитать, например, что последовательность CGAC это то же самое, что последовательность TGAC, то что они друг от друга отличаются только на одну замену. Кроме этого, мы можем допускать мисмачи, то есть у нас есть, например, последовательность ну да, допустим, та же CGAC, мы считаем ее как и вхождение последовательности, где мы просто после буковки А вставили буковку там в какой-нибудь другой нуклеотид. Вот. Это можно делать. Оказывается, ну то есть вот эти признаки можно считать даже достаточно эффективно. Если уже на таких признаках обучить метод опорных векторов, то мы сможем хорошо классифицировать один тип последовательности от других. Ну и в частности в статье авторы показывают... А предсказываем то, что это классификация не регрессия? Да, это классификация. Просто отличаем там либо участки связывания транскрипционных факторов одни от других, либо предсказываем доступность хроматина одно от другой. Просто открытые, закрытые, что ли? Да. По последователям. Да. Ну, это странно. Он же плавает от типа в одном типе ткани он открыт, в другом типе ткани... Нет, правильно. Мы выбираем один какой-то эксперимент. Тут действительно есть этот нюанс, что мы это делаем все для какого-то конкретного эксперимента. Ну, не для какого-то конкретного, в смысле для какой-то клеточной линии. То есть мы вот берем, то есть там мы берем специально, вот мы заранее себя ограничиваем тем, что мы сможем предсказывать открытость хроматина в какой-то заданной клеточной линии. Можно считать это гиперпараметром. То есть мы можем... Вот. Значит, если... Значит, вот с этой ситуацией, с этой моделью была единственная проблема у авторов. Она не позволяла делать какие-то крупномасштабные предсказания. вот она, в частности, не позволяла сказать для каждого там... Ну, вот мы берем последовательность, начинаем в ней менять там по одному нуклеотиду, а она не позволяла быстро сделать предсказание, какое влияние окажет там одна или другая одиночная замена. Ну, просто потому, что метод опорных векторов работает достаточно долго. В случае GKMSVM он обычно имеет достаточно много опорных векторов из обучающего множества. И, в общем, в итоге все это скорится может там, ну, условно, даже для небольшого набора последовательности четыре часа. То есть там обучение идет двенадцать часов, а потом еще скорить даже там не очень большую последовательность таким образом потребуется четыре часа. Поэтому авторы придумали следующий трюк, что действительно давайте обучим вот эту GKMSVM. И вот, да, здесь прям показано, что мы берем какие-то последовательности, для которых мы знаем, что они принадлежат к открытому хроматину или что они связываются с данным транскрипционным фактором. Используем это как положительный датасет. Кроме этого, мы добавляем негативный датасет, и действительно он в каких-то случаях, ну, то есть мы можем взять просто случайные последовательности либо из генома, ну, в данном случае берутся случайные последовательности из генома, единственное, там смотрится, чтобы это не попадало на какие-то повторы совсем уж жестко, и кроме этого проверяется, чтобы по нуклеотидному составу, по ГЦ составу, собственно, они в позитивной последовательности не сильно отличались от негативных, чтобы модель не учила просто ГЦ состав. Вот, выучила GKSVM вот нашу классификацию. У нас единственная проблема в том, что она медленно это делает. Поэтому давайте мы возьмем и этой моделью проскорим все возможные, например, 10 меры или 12 меры. Их не очень много, и они, в принципе, там легко можно их засунуть в словарик даже в итоге. То есть мы просто взяли, получили предсказания нашей модели для каждого, для каждой такой последовательности. Это предсказание будет как, ну, в случае SVM, это всегда decision function, то есть это просто какое-то число. И это число, если оно больше нуля, то наше SVM считает, что вот эта последовательность, она влияет, она как-то увеличивает вероятность того, что мы будем наблюдать здесь открытый хроматин, а если эта штука меньше нуля, то мы, то есть для вот этих, например, последовательностей, значит, наша модель считает, что вот это вот этот 10-мер, он уменьшает вероятность того, что данный участок будет принадлежать открытому хроматину. Ну и кроме того, есть, понятно, куча участков, для которых модель выдаст score близкий к нулю, то есть эти участки влияют приблизительно никак. Вот, если посмотреть на эти участки, на самом деле, то есть там, если мы это делаем на каких-нибудь транскрипционных факторах, то там действительно будут иметь топовый score, именно те, там, 10-меры или 12-меры, которые в той или иной степени содержат в себе мотив либо транскрипционного фактора, либо каких-то его помощников. Вот, ну хорошо, получили такой словарик, мы можем даже с ним что-то там поделать. Помощники транскрипционного фактора. Ну в смысле, что он там не один садится, то есть они там садятся комплексом. Бывает такое, что у нас транскрипционный фактор, вот его мотива там, его мотив слабый, но рядом есть мотив связывания другого транскрипционного фактора, и они садятся вместе, и за счет этого он все равно садится. И получится, что мотивом этого транскрипционного фактора предсказать, что он будет связываться, нельзя, но есть его мотив другого, который ему помогает. И вот наличие этого мотива говорит о том, что и тот тоже будет связываться. Спасибо. Вот. Ну, соответственно, поэтому GKN Swam будет сильнее, чем просто там взять мотивы, потому что она умеет это самоопределять. Вот. Но на вот этот последовательности десятимеров можно только очень весело посмотреть и ничего больше с ними не делать, казалось бы. Но на самом деле оказывается, что если мы возьмем теперь любую последовательность, для которой мы хотим сделать предсказание, и просто, опять же, разобьем ее там надмерно десятимерой и возьмем из вот этого слова, который мы на прошлом шаге посчитали, соответствующий скор, и для всех вот этих камеров сложим, то итоговое предсказание нашей модели, которая и называется ΔSVM, тоже будет говорить, что если вот этот скор больше нуля, то наша последовательность вероятно относится к открытому хроматину, а если меньше нуля, то к закрытому. Естественно, это некое огрубление предсказания GKSVM. Но за счет этого огрубления мы получаем возможность считать все это быстро, потому что пройтись по последовательности и просто смотреть каждый десятимер в словарике и делать сложение, очевидно, намного быстрее, чем делать предсказания при помощи метода опорных векторов. И дальше остается последний шаг, что у нас есть последовательность референсного варианта wild type. И у нас есть вот эта замена одиночная. Мы можем просто взять все, например, десятимеры, которые вот эту позицию замены содержат. Взяли в диком типе все вот эти десятимеры, которые вот есть тут. Взяли в замене все эти типы, все эти камеры. Для каждого у нас есть вот score от delta svm, просто из словарика взяли. Дальше мы можем на самом деле тут там считается разница между ними, ничего. Мы можем просто взять score для камеров wild type, сложить их со скорами камеров для замены и получить итоговое предсказание. И вот это итоговое предсказание, оно будет нам говорить, как влияет та или иная замена на открытость хроматина, либо на связывание транскрипционного фактора, смотря на чем мы учили нашу gkm svm. Так, сложный момент. Понятно? Внезапно оказывается, что это почему-то очень хорошо работает. То есть вот если вот долго не разбираться в том, что они делают, непонятно, почему оно так должно работать, тем более, ну вот кажется, что, ну то есть пока не догонишь, что delta svm это округление просто gkm svm вообще кажется магией. Но действительно они берут данные из, там, в данном случае берутся данные, опять же, вот полученные в другом, просто не в SEG, а в другом массовом параллельном эксперименте с репортерами, там для Aldoba, для тут вот K562, энхансеров, точно не помню, по-моему, это просто там для разных просто энхансеров померили эффекты разных мутаций. То есть вот они берут разные датасеты и оказывается, что действительно вот delta svm выдал скор, сказал, что вот эта мутация, она будет действительно влиять на открытость хроматина. И оказывается, что вот скор, который выдал delta svm, он не только предсказывает открытость хроматина, но он и предсказывает в том числе экспрессию гена, которая находится под контролем того или иного энхансера, изменения вот в этой экспрессии из-за замены. Единственный нюанс заключается в том, что delta svm должен быть обучен на той клеточной линии, в которой мы предсказываем экспрессию, либо на близкой к ней. То есть это можно просто проверить, можно скачать, у них до сих пор есть веса, вот это старая достаточно статья, можно просто увидеть, что если мы берем изменение экспрессии из-за одноклеотидных мутаций в клетках, скажем, K562, то скорые delta svm обучены на клеточной линии K562 либо близких к этой линии, вот эти скорые delta svm, они будут очень действительно хорошо отличать мутации, которые влияют на экспрессию, от мутаций, которые на экспрессию не влияют. А если мы возьмем какую-то клеточную линию, которая отношения к нашей не имеет, то корреляция будет, скажем, порядка 0, 0,20, может быть, 0,10, то есть очень слабая либо вообще незначимая. То есть оказалось, что эту штуку очень тяжело побить. То есть вот я говорил о конкурсах SEGI 4 и SEGI 5 и на самом деле в ней комбинация GKSVM и Delta SVM она всех других участников побеждает в той или иной степени. Там есть, конечно, нюанс, но по сути она их всех побеждает. Вот. И это очень неинтуитивно. А вот, извините, это же не регрессия, а как она веса вешает тогда этим мерам, если задача классификации? Да, тут весь нюанс в том, что SVM же сам по себе он предсказывает, у него decision function зашито. А SVM он предсказывает чиселка. Просто для этого чиселка мы знаем, что если оно больше нуля, то это позитивный класс, а если меньше нуля, то это негативный класс. Вот. Поэтому получается, что вся, то есть вроде бы это не регрессия, а чиселка предсказывается. Там может, вообще-то он может предсказывать вероятность, нет, SVM вероятность, я вот эту вероятность он не предсказывает, да, при классификаторе будет просто плюс отрицательно и положительно, да? Да. Не, ну SVM только с дополнительными настройками будет предсказывать вероятность, но это как бы там нужно настраивать дополнительную модель над ним. Сам по себе он этого не делает. Окей. Вот. И на самом деле оказывается, что это действительно очень круто работает, и если посмотреть на то, как это внутри устроено, то есть какие оно последовательности выделяет и так далее, вот оказывается, что на самом деле, как ни странно, ЖКМ-СВМ это очень умная штука по поиску ближайших соседей. То есть она очень хорошо ищет в пространстве последовательности нуклеотидных. То есть она не просто там считает какую-то там меру, которую мы там могли бы просто, не зная биологии, вести между двумя последовательностями, а она действительно как-то выучивает вот в ходе всего обучения хорошую меру. И на самом деле, когда она предсказывает там для того и другого участка, будет ли он являться открытым или закрытым хроматином, она на самом деле действительно использует просто из обучения наиболее близкий экземпляр. Собственно, там из формулы опять же методопорных векторов более-менее понятно. Если посмотреть на распределение того, что она считает опорными векторами, это становится еще более понятно. Вот, я, к сожалению, этот слайд не вставил. Прошу прощения. Вот, хорошо. Значит, этот способ работает, он работает очень хорошо, он работает настолько хорошо, что с ним до сих пор все сравниваются. Ну и на самом деле получается работать лучше него, но пока получается не очень сильно. И получается намного большими усилиями. То есть, вот вся красивость этого решения, что нужно, чтобы сделать предсказание там для K562 модели. Вам нужна модель, скачанная с GitHub, вам нужен эксперимент по доступности хроматина из K562 и все. то есть, как бы, вам не нужно много данных, вам не нужно сложную модель какую-то строить. Более того, в этой модели даже есть там расширения, которые позволяют еще посмотреть на какие участки в исходной последовательности она обращает внимание, там, не переводя ее в DLTSVM. В общем, очень прикольная штука, которая действительно хорошо работает. Вот, ну, у нее есть естественные ограничения, она, к сожалению, как раз-то, то есть, с одной стороны, мало данных, она и на малых данных хорошо работает, с другой стороны, а много данных в нее и не засунуть. Потому что, несмотря на все там оптимизации, которые авторы используют для того, чтобы быстрее признаки считать и так далее, и так далее, даже их самая новая модель, там, 2017, по-моему, 17-го, что ли, года, она могла принимать только до 100 тысяч последовательностей. В принципе, для одной клеточной линии это более чем достаточно, но если бы вы внезапно захотели там пытаться как-то агрегировать данные между разными клеточными линиями, между разными экспериментами и так далее, вполне возможно, или агументировать наши данные, это уже для SVM не подойдет. Вот, там есть какие-то сторонние решения, не от авторов, которые якобы работают быстрее, но эти решения не очень популярны, к тебе нагуглить их можно, но они не запускаются. Скачиваешь пакет и он падает. Там какая-то очень примитивная привязка, которая, видимо, нарушилась, когда они делали какой-то точек. Пакеты давние, их никто не поддерживает. Есть... Ну да, но, по-моему, уже были более современные решения именно с сетями, вот этим mutation bias так называемый, он же, то есть можно то же самое обучить нейронную сеть, вести мутацию. Да-да-да, вот сейчас мы к этому и перейдем. Я просто говорю, что, то есть, тут как бы нюанс в том, что просто вот эта модель, ее уже более чем достаточно для многих вещей. вот. Ну, старая, пятнадцатый год, наверное, все-таки нейронная сеть сердечная, должны побить ее. Ну, вот с одной стороны, да, с другой стороны, есть нюанс. То есть, действительно, они ее бьют чуть-чуть. Но опять же, тут красота в том, что нейронные сети не могут, если вы возьмете нейронную сеть, то есть, нет пока примеров того, что вот взяли нейронную сеть, в нее дали столько же данных, сколько дали GKMSV, мы получили то же самое качество. Берут количеством данных. Вот. Ну, действительно, да, можно использовать нейронные сети, мы можем последовательно закодировать как one-hot-encoder и использовать конволюцию. Вот. И при этом, ну, есть там всякие обоснования, что, типа, таким образом у нас вот эти фильтры будут выучивать мотивы, связанные с транскрипционных фактором. На самом деле, потом показано, что нифига мотивы не будут выучивать мотивы связанных с транскрипционных фактором по одиночке, то есть вот сумма всех этих мотивов действительно там что-то выучивает. А если взять просто эти фильтры, они не всегда далеко выучивают что-то связанное с транскрипционными факторами. Но суть не в этом, суть в том, что действительно эту задачу можно решать сверточными нейронными сетями и ее решают. Ее на самом деле решают, начали решать в тот же год, когда вышла GKMSV. И эта статья называется DeepC. Идея этой статьи достаточно простая. Мы возьмем, обучим нейронную сеть предсказывать результаты сразу большого количества экспериментов. Если быть точным, 919 экспериментов. Более того, мы задачу все равно ставим как бинарную классификацию. Наша нейросетка предсказывает вероятность того, что та или иная последовательность будет принадлежать заданному классу. В качестве позитивного класса мы опять же выбираем те последовательности, в которых мы уверены, что они действительно принадлежат открытому хроматину, либо о них действительно есть гистоновая метка, либо связан с космоним фактором. В качестве негативных примеров там достаточно сложная процедура. Мы выбираем те последовательности, которые нигде не засветились в других экспериментах как реально важные, скажем так. то есть совсем негативного примера будут выбираться такие. Соответственно, дальше мы проводим обучение этой нейросетке, и она умеет нам предсказывать фактически для каждого эксперимента вероятность того, что последовательность в этом эксперименте будет помечена как принадлежащая открытому хроматину, либо связывающаяся с тем или иным транскрипционным фактором. Проблема заключается, конечно же, в том, что получается 919 признаков. То есть, ну, вот опять же, элегантность GKMSVM была в том, что там был один признак. Если мы правильно подобрали клеточную линию, то ура. Здесь используются уже вот эти 919 экспериментов. Более того, авторы, значит, дальше что мы можем сделать? Да, значит, это 919 признаков для конкретной последовательности. Если мы хотим предсказать эффект замены, мы берем последовательность без замены, прогоняем через нейросетку, последовательность с заменой получается уже 919 на 2 признаков, для реверенсной и для последовательности с заменой. А дальше, что мы еще делаем? Мы дополнительно, ну, авторы предобрабатывают как-то вот эти разницы, эти признаки, то есть они добавляют всякие там отношения этих штук и так далее, и получается еще там 3 по 919 признаков. И дальше вот эти 919 на 5 признаков используются для тренировки кжи-буста. А на чем этот кжи-буст тренируется? На самом деле он тренируется на задачи, которые мы собственно хотим решать, то есть тут уже нету zero-shot learning'а, мы конкретно учимся на, то есть берем там какую-то часть данных, которые нам известны о том, как влияют те или иные ноклеативные замены, учимся на вот этих признаках и дальше предсказываем на тех участках, которых мы не видели. На тех SNV, которых мы не видели, желательно с тех хромосом, которые мы тоже не видели, и авторы делают хромосомную в этом плане валидацию. Вот. И кжи-буст и Deep Convolutional Network. А в чем? Ну, авторы так вот решили. Ну, подожди, и кжи-буст это не нейронная сетка. Ну да. Гридиантный бустинг. Правильно, они вот, смотри, они выучили сначала нейросетку, нейросетка была выучена на конкретные задачи, просто предсказывать результаты 919 экспериментов. Дальше мы результаты этих 919 экспериментов для референса и альтернативы используем как входные признаки для их же-буста. А их же-буст мы учим уже на другой задаче, которую мы хотим, собственно, решать. Что? Сложно как-то говорить. Ну, не, на самом деле, то есть это по сути это можно смотреть в современном мире как с representation learning своеобразной. То есть мы выучиваем представление нашей последовательности, только в данном случае представление нашей последовательности просто результаты 919 экспериментов для нее. А дальше представление для альтернативного и референсного варианта мы их склеиваем и подаем в их же-буст. Да, насколько я помню, там гистоновые метки для разных типов ткани в основном эти 919. И фактически там именно там задача даже многоклассовой классификации в результате чего у каждой ну, предположим, все 919 для простоты гистоновой метки у каждой этой метки вешается какой-то вес, который есть фактически вероятность того, что эта гистоновая метка там есть. Вот я так помню этот дипсид. Ну да, 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 это так, ну то есть ну по сути ну да, то есть вероятно. Ну просто классификация от 0 до 1. Потом мы берем эти 919 чисел от 0 до 1 у нас получается таблица признаков действительно representation и вот эта таблица признаков 919 подается XGBoost классическому обучению. Еще я слышала, что ее никто не воспроизвел потом эту дипси, что она только опубликована, но никто на самом деле вы пробовали, она не работает. Нет, она, вот с ней статьи нюанс. Нет, во-первых, 919 получается минимум на два, потому что нужно все-таки альтернативный вариант, а во-вторых, с ней нюанс, я как раз-то буду говорить, она работает, она действительно, вот эти признаки, которые она использует, они как ни странно действительно работают как минимум в части случаев. То есть люди, они как минимум работают как неплохой способ переобучиться, скажем так. Но они, вот они честно используют, вот как раз-то следующая статья, есть статья Белуга, это ДипСи 2019 года, вот ее я не пробовал использовать, она по сути своей ничем не отличается от ДипСи обычной именно в части с вот Дип Конволюшн Нетворк. Потому что мы тоже учим результат, предсказывает для каждой последовательности результаты экспериментов, тоже делаем это как бинарную классификацию, только берем 2002 эксперимента. Но берем чуть больше окно, предсказываем не только для центрального нуклеотида, а предсказываем еще для сосенних, то есть для 200 делаем центральных нуклеотидов предсказания. А дальше начинается черная магия, которая как-то работает, вот как это работает, я не знаю, до 2019 года, ДипСи, потому что, ну, как-то она работает, то есть можно, то есть они берут, вот эти 200 центральных нуклеотидов предсказывают, используют, получается, 200 на 2000 вот это предсказание как признаки, кроме того, они для последовательности немножко вот это окно предсказания двигают, если последовательность больше какого-то размера. В итоге этих признаков получается там вообще какое-то сказочное количество. Дальше они, это не совсем описано у них в статье, а я не стал лезть в соплемент, потому что я опять же с этим вот, с этой нейросеткой не работал, они как-то делают Dimension Reduction, чтобы у них все-таки признаков было поменьше, а потом уже на вот этих поменьше признаках они все-таки тренируют XGBoost. Вот, но XGBoost, они здесь, вот что тут интересно, XGBoost, они тренируют уже предсказывать не конкретную задачу, которую мы решаем, то есть не эффект сейчас любого SNV, любого сингла на критерат варианта, а они используют это для того, чтобы, а вот тут вот, да, сейчас, пардон, тут есть отличия, потому что мы здесь как раз-то для альтернативы и для референса мы будем отдельно это учить, потому что мы берем и учимся вот именно на вот этих 2000 на 200 на как-то там пониженных признаках, учимся предсказывать, как конкретно этот вариант, как конкретно эта регуляторная последовательность будет влиять на экспрессию гена перед ним. Вот, и это внезапно учится, а дальше оказывается, что если взять вот этот экжи-буст, который обучен предсказывать просто по последовательности, на основании признаков, которые выучила Дипси, предсказывать экспрессию гена под контролем вот данной последовательности, вот взять вот эту модель и взять ею проскорить какую-то последовательность и последовательность с заменой, то разница этих скоров по утверждению статьи тоже очень хорошо предсказывает действительно изменение экспрессии. Вот. Причем даже для вариантов, которых вот она, ну, то есть нейросетка никогда не могла, ни нейросетка не видела, ни кжи-буст, очевидно, тоже не видел. Вот. А путяются на чем, на экспрессии, откуда берется? Да, экспрессии у них есть, да, соответственно, получается, у них есть, вверх у них есть 2002 эксперимента из энкода, это вот они результаты экспериментов предсказывают, но это, да, доступность хроматина это те же самые, что были с депсией. А кроме этого, у них есть еще 200 экспериментов по тому, как экспрессируются разные, как экспрессируются разные гены в разных клеточных линиях. Вот. И они берут последовательность промотора перед всем или иным геном и пытаются в каждой клеточной линии на основании вот этой последовательности, точнее, не только, ну, эту последовательность пропускают через депси, это ужасно ломает мозг, прошу прощения, иначе просто нельзя сказать, что оно так реально делается. Они пропускают вот эту последовательность через депси и используют полученные признаки для того, чтобы натренировать их же буст, предсказывать экспрессию. Вот. Просто. А дальше они могут проскорить референсный вариант, они могут проскорить альтернативный вариант, и у них, ну, вот якобы получаются хорошие скоры. Опять же, вот эту статью я не проверял, поэтому я не знаю, может быть, вот тут просто про эту статью сказано, что она невоспроизводима, не знаю. В принципе, с 2019 года по нее почему-то очень мало слышно, поэтому вполне возможно, что не смогли воспроизвести, не знаю. Вот. Значит, дальше короткая заметка, что, в принципе, вот с этими последовательностями есть еще один нюанс, что многие эксперименты, ну, по ДНК-зной доступности и по чипсек, ну, и чипсек и прочее, они не учитывают, то есть они не несут информации о том, конкретно с какой цепью связывается наш наш транскрипционный фактор или еще что-то. То есть у нас есть вроде бы прямая цепь, есть обратная. Мы в нейросетку подаем либо прямую цепь, либо обратную. И нейросетка нам предсказывает, что вот эта последовательность, она будет находиться в участке открытого хроматина. Но это на самом деле не совсем корректно, потому что, строго говоря, мы должны в нейросетку подавать и прямую цепь, и обратную. Сделать это можно двумя способами. Первый способ – это руками написать модуль, который будет, ну, вместо того, чтобы проходиться ядром конволюции только по прямой последовательности, будет еще проходиться по обратной комплементарной. Одной и той же, одним и тем же ядром конволюции. Вот. А дальше брать просто в каждой позиции максимум. Это первый вариант. Второй вариант проще. Просто мы с какой-то вероятностью, ну, пятностью 0.5 либо даем прямую последовательность и на ней предсказываем, либо даем обратную комплементарную последовательность и на ней предсказываем. Вот. Оказывается, оба варианта работают одинаково, поэтому, в принципе, вот этот DNA-конф, я, во-первых, не могу найти, какой статье его предложили в первый раз, а во-вторых, не то, чтобы он очень популярен. То есть, обычно просто делают аргументацию, давая и прямую, и обратную цепь время от времени. То прямую, то обратную. Вот. Значит, дальше мы переходим к одному из современных рекордсменов среди нейронных сетей, потому что вот DPC тоже был, ну, старая статья достаточно, 2015 года, Белуга более новая, но она почему-то не получила известности. Это базе NG2. Значит, был, соответственно, базе NG1, они не сильно отличаются. Значит, идея в чем? Ну, первое, больше экспериментов. Возьмем еще больше экспериментов, а вторая важная идея, будем использовать Delated Convolutions. Почему это важно? Потому что за счет этого мы можем брать в рассмотрение куда больше участок ДНК вокруг нашей замены. И это, очевидно, помогает нам, потому что мы можем учитывать влияние там взаимодействия каких-нибудь промоутеров и энхансеров и так далее. То есть мы нейросетке не надо выучивать, что вот этот конкретный промоутер, он там взаимодействует с такими-то энхансерами. Тем более, она это выучить, на самом деле, ей сложно. Она просто получает это готовым решением, что вот у нас есть вот эта мутация, она в таком-то промоутере, а с этим промоутером вот там еще далеко есть такой-то энхансер. И она, в принципе, может информацию эту всю сегрегировать в предсказание. За счет, соответственно, того, что используется Delated Convolutions, можно использовать сильно большую последовательность. Что за Delated Convolutions? А, ну вот, да, пардон, вот она нарисована. То есть мы берем, на не то, что еще известно Atres Convolutions, когда мы kernel, вот это у нас, ну, как бы тут показано на примере изображения, мы берем, kernel применяем вот таким образом. То есть у нас первый элемент вот приемножается с этим, второй приемножается с вот этим, то есть с пропуском на единичку и так далее. Вот. Ну, Delation, соответственно, можно делать больше, не обязательно его равным единичкой. То есть мы фактически ядро так раздвигаем. Понятно? Да. Ага. Ну вот, соответственно, это позволяет увеличить рецептивную область. Ну и плюс известно, что для геномных сигналов опять же близкие позиции скреризированы. Вот этот рисунок у тебя двумерный, который ты показывал. Последовательность, она же двумерная? Ну, она одномерная, но просто Delated Convolutions для одномерной последовательности надо рисовать по лобру камеры. Но здесь аналогия тут точно та же. То есть просто будет раздвигаться оно в одной плоскости просто. Окей, окей. Ну, то есть никакого разворачивания в двумерную последовательность? Нет, такого нет, да. Вот, соответственно, получается сильно больше последовательности использовать. Используется вот последовательность с 1024 на 128 длины. Это значительно больше, чем DPSI. Но предсказывается результат за счет этого вот в бине размера 128. То есть говорится, что на самом деле, ну, это правда, разрешение там всех экспериментов по ДНК-сной доступности и прочее, 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 они не, оно не идеально, оно не однонуклеотидное далеко. Оно вот, дай бог, там, например, 100, 100 нуклеотидов будет разрешение. На самом деле, там можно его даже оценить. В принципе, что оно действительно порядка размера 100. Поэтому, в принципе, логично предсказывать результат эксперимента не для конкретного нуклеотида, а для последовательности длины 128 в составе... ну, под последовательности в составе большой последовательности. Вот. Соответственно, получается, что мы вот таким образом предсказываем теперь уже не класс... Да. И предсказывается уже не класс последовательности, а предсказывается просто количество ридов, которые попали вот в этот 128 нуклеотидный бин в данном эксперименте. Просто действительно какое там покрытие вот данного участка, согласно эксперименту. Ну так как покрытие это число целое, используется не там бинарный лосс, не МСЕ, используется поясом лосс, специально для такого типа регрессии. Вот. И отличие единственное базе NG от базе NG2 состоит в том, что в базе NG2 используется логика, давайте добавим еще больше экспериментов, но, к сожалению, все хорошие эксперименты для человека мы уже взяли. Но мышь похожа на человека в каком-то роде, поэтому мы возьмем еще мышь. Будем предсказывать одновременно для данной последовательности результаты экспериментов и на человеке, и на мышье. То есть понятно, что мы известны на нам метке только для человека или только для мыши, но подавать мы будем больше так, чтобы было и то, и другое. То есть учим симултейно следить. Вот. За счет этого размер датасета, опять же, увеличивается, и оказывается, что и на человеке, в частности, мы предсказываем лучше, потому что действительно часть информации из эксперимента по мышке можно перенести на информацию о человеке. Вот. И на самом деле формально вот это и есть State of the Art. Именно в плане того, как подготавливаются данные, в плане того, что мы предсказываем. То есть вот именно среди нейросеток это был бы State of the Art, если бы не было информера. Информер — это вот чисто базенджи. То есть вот они даже берут, сравнивают себя с базенджи. То есть вот эта архитектура из статьи с информером нарисована, рисунок именно. И вот они отличаются единственное чем? Тем, что здесь есть конволюционные блоки, а потом в какой-то момент врубаются вот эти самые deleted convolution. А в случае с информером, там тоже используются deleted convolution, но с какого-то момента просто результат работы, он подается в трансформер. И этот трансформер, он, соответственно, берет и, можно увидеть, он просто является частью архитектуры, то есть MSCI блок. Оказывается, что это дает лучшее качество. Опять же, в свете статей про то, что, в принципе, на многих задачах нужно просто конволюции правильно делать, тогда там не нужно будет вставлять никаких трансформеров. Но результат такой, то есть не совсем понятно. Возможно, если в базенджи просто сделать слои более правильные, то есть добавить больше residual connection, правильно подобрать размер ядра, правильнее подобрать размер керла, использовать там девайс, конволюшены и прочее в нужных местах, то внезапно, возможно, окажется, что базенджи, просто основанный только на конволюциях, будет работать точно так же, как конформер. Но чего сейчас нет, того нет. Но остальные отличия тут незначительные, просто они используют еще большую окрестность. Вот, при этом они откуда-то берут, что базенджи берет только 20 тысяч последовательность длины, но в самой статье с базенджи это не так. Поэтому не знаю, откуда они взяли это сравнение. Но суть в том, что они действительно выступают чуть лучше. Вот здесь достаточно сложная картинка. Я просто скажу, что вот по этой картинке следует, что вот на том же Сеги 5, на котором, то есть здесь что нарисовано? Вот берутся регуляторные элементы разные. Вот этот МИК, который мы обсуждали, вот СОРТ, вот известный ТЕРТ. У нас есть результаты того насыщающего мутагенеза, который мы получили в Сеги 5. У нас есть результаты предсказания Дельта-СВМа, которые, собственно, использовали КИХЕР, ЭТОЛ. У нас есть там результаты вот этих соревнований пятых, то есть Сеги 5, там других групп, которые использовали в качестве признаков, в том числе ДИПСИ и прочее. Вот. Кроме этого, у нас есть результаты агрегации Дельта-СВМ, но с этим результатом агрегации, на самом деле, доверять не очень сильно стоит. Надо реально сравнивать как раз-то Дельта-СВМ и вот эти четыре информера по-хорошему. Почему? Потому что оказывается, что вот этот информер, он каким-то образом выучил такое представление, что если вот я возьму просто, просуммирую, то есть оказывается, что в большинстве случаев мне не очень-то важно, там какой тип эксперимента, как ни странно. То есть я могу взять чуть ли не среднее по всем там транскриционным факторам, которые участвовали в обучении, то есть предсказание там связывания каждого транскриционного фактора, и использовать вот этот скор просто для, ну, для, то есть сейчас, я беру последовательность референсную, для нее делаю предсказание, усредняю по всем выходам, беру последовательность, альтернативную тоже усредняю, одно из другого вычитаю, и внезапно это работает даже лучше, чем Дельта-СВМ. Здесь показывается корреляция Пирсона между тем скором, который мы выдали, и вот реальным влиянием на экспрессию, и видно, что информер работает очень хорошо, даже вот если просто усреднить вообще по всем его выходам. Вот это то, что cell-type agnostic. То есть мы вообще там взяли просто все, что угодно. Значит, если мы возьмем результаты экспериментов только из той же клеточной линии и традиционных факторов, которые конкретно для этой клеточной линии подходят, то, да, тут, пардон, тут еще, то есть мы будем использовать именно Sage, там специальный эксперимент, то есть будем использовать эксперименты с Sage, которые только этой клеточной линии подходят. То есть похожие на эту клеточную линию. То качество получится приблизительно таким же, на самом деле. То есть мы ничего не выигрываем. Если использовать ДНК, то есть вот эта каста прокси, о которой мы говорили к доступности, ну не прокси, а на самом деле просто мера открытости хроматина, то тоже окажется, что мы просто можем усреднить все ДНК-сные эксперименты, мы можем выбрать только те ДНК-сные эксперименты, которые относятся к той или иной клеточной линии и все равно качества будут похожи. То есть на самом деле вот информер в этом плане действительно побил ДНК-свм, он его побил не очень сильно, но побил. И вот это можно увидеть. Вот у нас как выглядит некий участок одного из промоутеров. Я, честно говоря, подпись не перенес, чем я глубоко не прав. У нас просто есть некий промоутер, и мы знаем, что в этом промоутере вот здесь связывается один транскрипционный фактор, здесь связывается другой транскрипционный фактор. Кроме того, здесь тоже там происходит какое-то связывание. Мы можем, и мы знаем, точнее, не так, здесь связываются, а буковки обозначают здесь именно то, насколько эта позиция важна. То есть есть ли в этой позиции какая-то замена, которая действительно поменяет существенно экспрессию гена под контролем данного промоутера. Вот, естественно, вот как это выглядит в эксперименте с ЭГИ. Вот то, что я показывал для сорта, просто покрашено чуть более красиво. То есть в идеале мы должны наблюдать для модели, которая идеально справляется, вот такую вот дорожку. То есть вот она должна выделить, что вот этот участок, если в нем начинать делать мутации, причем мы видим любые, у нас будет происходить уменьшение экспрессии в этом участке, в этом участке, в этом участке. Кроме того, у нас есть там отдельные участки, где замена вызывает увеличение экспрессии. Это, в принципе, соотносится там с реальностью, что сломать экспрессию, как правило, легче, чем ее увеличить. Вот, и мы можем сравнить выходы вот скорой дельта-сфрэма и информера. В случае с информером видно, что вот эту часть он не видит. Он тоже не видит, здесь видит. И у него, в принципе, иногда даже бывают попадания, вот типа вот эта позиция, в ней, если сделать мутацию, экспрессия повысится. И тут он угадал, действительно, он дал тоже вот этой мутации в этой позиции, тоже большой скорб. И вот здесь он тоже угадал. То есть он в двух местах увидел два больших участка, которые очень важны для экспрессии. То есть если в них внести мутацию, причем любую, то экспрессия нарушится. Если мы сравним с дельтой-сфэмом, то мы увидим, что он видит только один такой участок. Второй он не видит. Вот, и, соответственно, это нам говорит о том, что информер действительно справляется лучше. Но, опять же, мы видим, что на самом деле справляется он не идеально. То есть вот эту часть он не видит, и вот эту часть он не видит. Ну, кроме того, какие-то тут замены, которые увеличивают экспрессию, он не видит тоже. А какая длина здесь, вот, на этой картине? Сколько нуклеотидов? Ох, я просто отрезал, там есть шкала, там, по-моему, где-то нуклеотидов 200, по-моему, если вот по этой шкале посмотреть. То есть это вот каждая точечка, которую мы видим, это один нуклеотид. Ну, и это какой-то конкретный промоутер. Промоутер, да. Ну, они выбрали, на самом деле, скорее всего, они выбрали тот, на котором реально красиво получается. Понятно. То есть у них получается, значит, в чем бонус? Почему очень важно на вот это обращать внимание? Потому что здесь используется вот этот именно зиро-шорт-леурнинг, что мы обучались на одной задаче, а сейчас переносимся на другую, на предсказание эффекта снипа. К сожалению, на САГИ-5, как показывает опыт моего участия с коллегами, так можно делать. То есть вот сравнивать Дельта-СВМ, который не дообучен на данных из САГИ-5, можно с ним сравниваться. Можно сравниваться вот с таким информером. Авторы что еще говорят? Они говорят, что, ну, в принципе, если мы возьмем вообще все признаки, которые предсказывает информер, возьмем их для референсной последовательности, возьмем их для альтернативной последовательности, состыкуем и на этом обучим обычную L1 регрессию, то тоже все будет очень хорошо, получится даже лучше, чем вот обычный информер. Ну, тут вот на этой картинке это увидеть тяжело, у них есть циферки, действительно, получается лучше. Но здесь уже есть нюансы, о которых мы вот сейчас как раз поговорим под конец, финальный такой кеф. Дим, а можно еще про эту картинку? Можно увеличить? То есть вот подписи есть, ZPF 652. Это что значит? Это в этом месте крепится какой-то транскрипционный фактор, что ли? Да, да, да. То есть получается, это вот такая область, длина в месте, где в одном месте какой-то один мотив, куда крепится вот этот SREB на вторая, а в другом месте вот этот вот ZPF 652. А вот посередине… Ну, посередине непонятно, не детектируется. То есть тут на самом деле не факт, что там ничего не связывается, скорее всего там что-то связывается, просто вот ГАЗ – это та ситуация, о которой я говорил, когда, например, мы не можем мотивами четко задетектировать, что там связывается. Вот что-то там связывается, возможно, там какие-то слабые взаимодействия, возможно, там связывание какого-то одного фактора помогает сесть другому, мотив которого мы не особо видим. Дмитрий, а информер, он тоже использует гистоновые метки? Еще или только? Да, да, да. У него очень много экспериментов, надо посмотреть, я не вчитывался именно какие, но он их очень много использует. То есть это как апгрейдит DPC, можно сказать. Да, да, то есть, ну получается, что базе NG2 апгрейдит DPC, а информер апгрейдит базе NG2. Ага. Вот. На самом деле, с DPC… Можно еще, я спрошу, но вот есть немножко другие эксперименты, там, где берутся места, где крепится какой-то транскрипционный фактор. Да, ну скажем, вот, ZPF там взять. И можно попытаться… Ну, там же вот этот вот мотив, то есть можно взять, берутся такие вот эксперименты, взять этот вот мотив, взять его в какую-то окрестность, дальше смотреть, как она влияет. Но он крепится вот там где-то в десятых тысяч мест, да? И у нас получается то, что задача, которая ставится, это по последовательности, да? То есть у нас будет там 10 тысяч последовательности, условно. Предсказать, например, ну, как бы экспрессию какую-то. Вот такая обстановка задачи, она тут как-то связана с тем, что ты рассказываешь? Сейчас, я, честно говоря… Сейчас, то есть нет вот экспериментов… Возьмем там 10 тысяч как бы места, где крепится какой-то транскрипционный фактор и еще их окрестность. То есть не вот эти шесть букв, а вот там вот это место плюс там еще 100 туда, 100 налево, 100 направо. Да. И у нас получается таких 10 тысяч последовательности длины 200. Да. А дальше мы можем попытаться сказать, ну, там что-нибудь, например, предсказать. Вот это вот как бы экспрессия, это влияет на что-нибудь или нет? То есть, ну, такие могут быть… Ну, есть такие экспериментальные данные. Сейчас. Можно ли это? Ох, на самом деле я просто не совсем понимаю. Смотри, есть экспериментальные данные, когда у нас просто есть последовательности, из которых, собственно, которые связываются с данным транскрипционным фактором, и мы попытаемся из них выучить мотив. Мы можем действительно взять какие-то участки, с которыми мы уверены, что связывается наш транскрипционный фактор, и пытаться вот для участков именно рядом с местами связанных транскрипционного фактора говорить, что если здесь произойдет мутация, то все будет плохо. Ну, может, мы так можем сделать, но если мы вот это пытаемся сделать как-то полногеномно, то есть там по всем регуляторным областям и так далее, то, как показывает, ну, просто сравнение всего этого будет работать плохо. То есть, если мы берем просто мотивы и скорим ими весь геном, ища где же будет связываться тот или иной транскрипционный фактор, получится плохо, потому что будут места, которые, во-первых, там сказано, что он не связывается, но он связывается. Ну, это то, что я говорил. А еще паршиво будет то, что в данной клеточной линии вот сказано, что да, вот этот транскрипционный фактор, он связывается, но в данной клеточной линии, ну, в данном месте, но в данной клеточной линии Этот участок хроматина, он вообще всегда закрыт. Там будет мутация, не будет мутация, там ничего не свяжется. Потому что просто этот участок, он всегда закрыт просто по другим причинам. Вот этот фактор, он в принципе там связаться не может. Поэтому вот такие вот, то есть идея просто скорить мотивами любую замену, она есть. Есть такие, например, Илья Воронцов, который в моей лаборатории, он придумал такую штуку, которая, по-моему, Perfectos Ape называется. Вот она умеет так скорить. Но опять же, все эти штуки, они обладают достаточно низкой точностью в силу просто вот того, что полный геном ими не поскоришь. Вот. Поэтому сломать что-то консервативное очень легко. Поэтому вот если мы берем просто, вот у нас тут есть участок связывания транскрипционного фактора, мы берем, начинаем вносить мутации просто в любой участок, у нас почти любая такая мутация что-нибудь досломает. Вот. А вот в другую сторону намного сложнее. То есть как бы gain of function получить намного сложнее. То есть когда мы внесли замену, и у нас внезапно на этом месте возник сайт связывания транскрипционного фактора. Соответственно, вот эти точки, вот эти, где у нас мы внесли замену, и там экспрессия повысилась. Это, скорее всего, именно такие точки. То есть мы внесли в них какую-то замену, и внезапно там начал связываться транскрипционный фактор. И неизвестно какой-то? Да, ну давайте, да, подходим к концу, потому что мы уже долго говорим. Я думаю, что все устали уже, да, тут выходили уже. Значит, что произойдет, если делать неверное разбиение? Вот то, что я говорил, что очень важно в этих задачах делать верное разбиение. С АГИ-5, вот у них был участок вот этого промотора, или, ну то есть любой регуляторный элемент у них известен, и в каждой позиции известно влияние всех возможных мутаций. Вот я беру, и в каждой такой, то есть они берут и сделают что? Вот они идут, и в этом промоторе выделяют маленькие участки, участки по 16 пар оснований, которые будут использоваться для обучения. А все остальное, они не дали по ним данные, они на них просто, ну, мы должны были, то есть тут валидация написана, но на самом деле это тест. То есть мы учились только вот на 25% последовательности каждого промотора, причем вот последовательности вот именно так распределенной, а предсказывали на оставшиеся части. И уже после того, как мы засадмитили наше решение, нам сказали, что ну вот, так-то и так-то. Ну, мы, например, проиграли. Оказалось в итоге, что те, кто выиграл, что они делали? Они брали просто для каждой позиции, вот делали тот пайплайн, который я рассказывал для дипси. На тот момент, когда был конкурс, там еще дипси новая не вышла, базин G2 не так был, видимо, известен, и плюс запускать его интересно. Поэтому просто берем и брали дипси, вот все участники абсолютно брали дипси. Ну, собственно, мы после соревнования просто то же самое сделали, посмотрели, что будет, если вот эти признаки там 919 на 5 использовать для обучения просто обычного случайного леса. Мы не хотели использовать и G2 Boost, как какая-то команда делала, и, кстати, тоже у нее хорошее получалось качество. Мы просто сделали случайный лес, но потому что у нас признаков много, объектов мало, и мы боялись, что все это чертям переобучится. И оказалось, что действительно вот на таком разбиении, вот тут ключевое, на таком разбиении эти признаки очень хорошо работают. Причем возникает абсолютно дурацкий момент, что если мы добавим к признакам от дипси, добавим признаки, которые там реальных клеточных линий, которые похожи на наши, вот просто мы реально знаем там какие-то, ну, из результатов экспериментов дополнительные, что там есть, что действительно область там активно, открытого хроматина, например, в принципе, и так далее. Но если мы все это добавим, и вот в том числе с корринг-мотивами, то, что предлагал делать, если мы все это добавим к дипси, то окажется в итоге, что качество только упадет. Вот, а это странно, потому что дипси на самом деле это просто 919 признаков, которые никак между собой, ну, то есть, они несут просто информацию вообще всю. Они в себе никакой информации о том, что мы конкретно вот этот промотор экспрессировали в конкретной клеточной линии, не несет. То есть, у нас вот просто, у нас там было 10 клеточных линий, и внезапно оказывается, что нам, мы можем просто забить на то, из какой клеточной линии пришли данные, и все классно будет предсказываться. Это на самом деле не так. Оказывается, что можно сделать вот такой фокус. Мы возьмем вот последовательность такой же длины, но с другой хромосомы. То есть, берем у нас этот промотор, мы его брали с хромосома 1, и там это была реальная последовательность. И у нас там, мы вот для нашего решения брали данные о значимости мутации в позициях, полученные вот на основе дипси. А мы можем сделать то же самое на другой хромосоме, взять ложную последовательность, ну, то есть, последовательность той же длины, она не несет никакой информации, она никак не связана с этим промотором, ну, по очевидным причинам. Плюс там на самом деле можно взять другие последовательности, такие же ложные. Можно, то есть, главное, брать их из геномов в плане того, чтобы они шли рядом. И вот для этого мы тоже получаем признаки дипси. Фокус в том, что мы получаем эти признаки, очевидно, и для обучения, и для валидации. И признаки берутся в очень большом окне, они берутся в окне тысяча. Поэтому вот наши признаки для обучения и признаки для валидации, они очень похожи. Поэтому наш нейросет, точнее, не нейросет, наш любой метод, который мы будем использовать, он на основании этих признаков может сказать, что вот эта позиция была близка к этой, вот эта была близка к этой и так далее. То есть, может работать как метод к ближайших соседей. Только в случае, когда мы берем реальные данные, это как-то оправдано хотя бы, то есть, непонятно, это правильно так делать или нет. А в случае, если мы взяли нереальные данные, то, по идее, он должен давать очень плохое качество, потому что он просто берет и не использует никакой биологически релевантной информации, кроме того, что у нас просто есть номер позиции, по сути. Просто он знает, что вот эта позиция пришла из такого-то промоутера, с такого-то места. Все. Если мы построим качество модели, которая обучена на таких признаках, которые, по идее, не должны были давать никакого качества, окажется там и для рок-кривой, и для пиар-кривой, окажется, что вот качество плохой, вот этой вот абсолютно случайной, неправильной модели на таком разберении, которое предложили организаторы, оно очень даже неплохое, оно лучше многих решений. Вот тут есть решение, у которых график ниже, чем вот такое фейковое решение, которое, по сути, никакого, опять же, оно никакого смысла не должно нести. Мы в идеале должны получать для такого решения качество 0,5, а получаем качество там 0,70, по-моему. То есть качество этого решения, например, 0,83, а этого там типа 0,76. Так, понятная идея? Или нет? Нет, но, наверное, уже поздно. Да, уже поздно. Да, уже поздно. В общем, короче, я повторюсь на всякий случай, мы просто возьмем, ну, то есть на самом деле идея банальная. Просто у нас, мы возьмем какие-то признаки, зададим, на самом деле можно случайные были задать, просто так красивше получалось. Мы на вот этой последовательности зададим какой-то набор признаков, которые просто локально похожи. Можно было просто набор синусоид нарисовать разных, это бы тоже сработало. Возможно, чуть-чуть хуже. То есть мы бы просто по этим наборам синусоид понимали, чем модель понимала, что вот эта позиция, она близка к вот этой извалидации. А дальше что она делает? Опять же, так как наш генетический сигнал, он достаточно непрерывен, получалось бы, что вот эта позиция, то есть предсказан, если здесь все плохо, значит и все здесь мутации тоже будут плохими, причем достаточно долгое время. Если здесь все хорошо, значит и здесь мутации будут хорошие. И внезапно этого оказывается достаточно для того, чтобы получать очень хорошее качество. И мы там в том числе показывали, что там можно делать другие разбиения, можно, например, просто не делать какие-то. То есть если мы возьмем просто данные организаторов и разобьем их честно, просто берем вот нашу конструкцию, половину данных взяли вот этих, на этих учимся, на этой половине предсказываем. Окажется, что качество модели сильно падает. Более того, если взять там модель, обученную любым почти способом, взять данные, похожие на данные из СЭГИ-5, обучить модель на данных из СЭГИ-5, попытаться предсказать на данных, которые не из СЭГИ-5, то там переносимость будет просто на уровне случайности. Ну, в итоге вот такой вот интересный прикол, который говорит нам о том, что вот сам СЭГИ-5, он не очень надежен в плане того, что в нем нельзя, ну, вот на вот разбиении, которое предоставляют организаторы, нельзя обучаться. Потому что в тот момент, когда вы обучаетесь, у вас любая модель почти на любых признаках просто выучит близость позиций. Вот, и в принципе это, поэтому я и говорю, что вот смотреть там на вот эту строчку, и на самом деле на все вот эти строчки, нехорошо, надо сравнивать только вот эти. Просто потому что, к сожалению, данные с СЭГИ-5, они текут в таком разбиении. Вот, все, на самом деле это все, что я хотел рассказать. Единственное, что еще, то есть просто сказать, что до сих пор не решена в задаче предсказания эффекта одной или той мутации, не решена проблема того, что вот мы сделали предсказание, что вот будет такое-то влияние этой мутации, а насколько наша модель уверена в этом предсказании. Вот и в СЭГИ-4, и в СЭГИ-5 тем или иным способом получали вот эту оценку уверенности влияния. И была задача, был так бы конкурс в том, чтобы вот эту оценку влияния угадывать. Ее все очень плохо угадывали, поэтому ее в итоге даже и не скорили. А большая часть людей, они не придумали, как это скорить, поэтому просто сюда садмитили нули вместо предсказания. Вот, поэтому вот если кому-то хочется, можно эту задачку решать. Ну и просто такой, кто-то может, мы там вначале говорили про сплайсинг. В принципе, для предсказания эффектов аноклеотидных мутаций в участках, связанных со сплайсингом, используется схожий подход. Мы учим нейронную сеть предсказывать просто, где будет происходить сплайсинг, на известных данных того, как и где происходит сплайсинг. А потом можем сделать предсказание для референсной последовательности и для последовательности с заменой. И окажется, что разница скоров для этих последовательностей точно очень будет хорошо предсказывать то, изменит ли данная замена участок, приведет ли она там к пропуску какого-то интрона и так далее, их зона или включению какого-то интрона. Вот, собственно, на этом все. Получилось долго? А для тех, кто не знает, СЕГИ-4 и СЕГИ-5 – это что за данные? Это чего? Данные уже вот того эксперимента, который вы вначале рассказывали? Да, да. На самом деле, то есть это вот, это, но СЕГИ-4 и СЕГИ-5 – это, на самом деле, чуть больше, чем я рассказываю. Это я просто их так называю, немножко фамилирую. На самом деле, СЕГИ-4, там это было что-то Якутия или Аналисис, а СЕГИ-5 – это Regulation Saturation Challenge, по-моему, оно так называлось. Потому что, на самом деле, СЕГИ-4 и СЕГИ-5, и недавно был СЕГИ-6, в котором мы, правда, не участвовали, потому что там не было, вот по моей теме, задач. Это такие крупные соревнования консорциума, то есть они берут, находят где-то геномные данные разного типа, там кодирующие, предсказать результаты кодирующих мутаций, не кодирующих. Будет ли вот как раз-то там тот или иной Fusion приводить к повышению, ну, к развитию какого-то заболевания и так далее. То есть там очень много разных номинаций, я боюсь собрать, просто сейчас, потому что я их невнимательно изучал. И вот просто вот, и они проводятся каждые два года. И вот в СЕГИ-4 была одна номинация, которая связана с вот задачей, которую я рассказывал. В СЕГИ-5 была другая номинация, которая с этой задачей связана. И на самом деле СЕГИ читается не как СЕГИ, но я забыл, как он читается. То есть там не обязательно промоутеры? Да, да, да. Нет, там много экспериментов. Вы, опять же, можете пройти по ссылке там. То есть, ну, во-первых, гуглится, а во-вторых, можно пройти по ссылке и найти. Там, может быть, что-то будет интересное для других задач. Они в открытом доступе, их можно сказать? Они почти в открытом доступе. Там вы должны зарегистрироваться и, по-моему, дать обещание не выкладывать их в свой публичный доступ. То есть вы должны именно уважать их, их цитирование. Вот как-то так. Спасибо, спасибо. Спасибо. Все, так. Спасибо большое. Если у кого-то еще есть краткий вопрос, то можно задать. Вообще, да, получилось долго, но вот. Спасибо, очень интересно. Хороший обзор получился. Ладно, тогда если больше вопросов нет, спасибо еще раз. Спасибо. 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 Продолжение следует...